ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень смешно. Ухожу в герлинг. Александр Евгеньевич, подъем. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость от выбора, все страны автоматически становятся... Вот. И только попробуй выпрямлюсь. Алло. Спасибо за будильник, любимый. За какой будильник, любимый? Который ты заснул под кровать, любимый. Любимая, это шутка на уровне второго класса. Понятно. Ты уже домой едешь? Ага, только, Ладусь, у меня за ночь вообще галяк. Я полночи ремонтировался, только одного клиента довез. Прикинь, так что придется еще днем бомбить. Подожди, Олег, ты же обещал, что Сашку в поликлинику сводишь. Он кашлял опять всю ночь. Ладусь, ну толку от этой поликлиники? Я тебе говорю, поедем на море, все у него пройдет. Ну, правильно я говорю, Ладусь. Ладно, я пошла завтра готовить. Пока. Сань, Олег не сможет тебя отвезти. Собирайся, пойдешь со мной на работу. А поликлиника? Попробуй отпроситься. Кстати, еще раз засунишь будильник мне под кровать? Мам, ну это правда не я. Это у дяди Олега шутки на уровне второго класса. Мы договорились, что ты будешь называть Олега папой. Хорошо, это у дяди папы шутки на уровне второго класса. Все, брысь, чистить зубы. Хоть три минуты не буду тебя слышать. Может, успею кофе попить? Дорогой, ты не видел мой телефон? Нет. Ничего с утра найти не могу. Так, где ты? Просто сподергейст какой-то. Я не понимаю, это у меня часы настолько опаздывают, или ты действительно вылезла из постели вот с утра? А ты меня когда-нибудь слышишь, или только делаешь вид, что слышишь? Я тебе вчера три раза говорила, что с утра встречаю свою подругу Карину, которая прилетает из Рима. Я уже опаздываю, пипец. А Карина это у нас экстрасенс, к которому ты по каждому чиху бегаешь, да? А почему по каждому чиху? И, между прочим, она не экстрасенс, а астролог. Вообще, чего я оправдываюсь? У меня и так мало времени. Вера, ты меня можешь в следующий раз предупреждать, когда ты выпускаешь свое животное, гулять по квартире? Ага. Милый, Леонард сейчас гуляет по квартире. Да, вот как-то так. Только в следующий раз до того, как я валюсь кофе. Хорошо? Ага. Рядовой, Косаткин, команда на выход дана была пять минут назад. Давай, 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 Саня! Так. Привет. Пф, напугал меня. Малыш, правда, прости, не знал, что так получится. Да ладно. Я завтра приготовила, кофе сварила. Не, не, я вначале в душ. А, хорошо, только я тебя прошу, поспи хотя бы часик. На юге выспусь, конечно, если ты дашь мне выспаться. Здорово, банда! Здоровей, Леонард! Сань, мы опаздываем. Да я тебя! Нет, нет, нет. Машина остается дома. Не хватало, чтобы еще клиентом ноги подшибал. Прости за любопытство, а что твоя Карина делала в Риме? Там был слет шарлатанов или начался сезон распродаж? Милый, ты можешь шутить сколько угодно, но, между прочим, Карина другая, чем ты ее себе представляешь. Она стильная, умная, образованная женщина. Между прочим, у нее клиенты в Риме. И не только в Риме, по всей Европе. Застегни. Стильная, умная, образованный экстрасенс-астролог? А она случайно в книгу рекордов Гиннеса не занесена, нет? Не знаю, спрошу. Мы ушли! Счастливо! Счастливо! Если не берем машину, тогда обедаем в Макдональдзе. Хорошо, тогда на твой день рождения идем в музей. Тогда я целый год не мою посуду. Ты не ешь мороженого? Блин, ну давай хотя бы пиццу закажем. Саня, я что раз услышу слово «блин»? Ладно, я понял, тебя не приспоришь. Мам, мы, кажется, опаздываем. Или нет? Мне кажется, я кое-что забыла. Ты езжай, я сейчас. Милый, я сегодня буду поздно, мне нужно по магазинам прошвырнуться, всякие там пляжные причиндалы купить. Надеюсь, ты про море не забыл? Не забыл. Но, честно говоря, я не очень понимаю, почему нельзя подождать, поехать отдыхать вместе, я разгребусь через месяц. Да ты мне уже два года обещаешь разгрестись через месяц. Мне еще сколько ждать, а? Ну, а если ты вдруг ревновала, то напоминаю, что я еду не одна, я еду со своей подругой Кариной, ее мужем и дочкой. И, если честно, я не понимаю, почему нельзя отложить там всякие свои фьючерсы, взять твою дочь и отдохнуть с семьями. Тем более, что я так хочу найти со Светой общий язык. Все, все, давай закроем эту тему, потому что я уже устала бежаться. Покорми, пожалуйста, Леонарди, как корм в холодильнике. Ух ты ж, Ладусь, ну ты вообще напугал, о чем? Хочешь, чтобы Кондратья меня хватило? А что случилось? А там машина твоя мешает. Просили переставить. Кто попросил? Женщина какая-то. Ну, еду, по-моему, ну хорошо. Не понял. А что ты не понял? А, просто котенок попросил переставить машину к ее дому. Я и подумала, чего тебе сюда-туда мотаться, ты понял теперь, тегленок? Ладусь, подожди, я могу все объяснить. Ты мне полгода назад уже все объяснял. А теперь пошел вон. Лада! Мам, а ты что, папу из дома выгнала? Еще раз назовешь этого козла папой. Мам, а ты что, папу из дома выгнала? Боря, прекрати, у нас люди смотрят, ну прекрати. Ну, что такого, дорогая моя, верунчик, ну я соскучился. Я целую неделю без твоих прекрасных глаз. Так, глаза поднял и быстро в машину. Бабене? Бабене, сеньора, примаверна, велиссимо маэ. Боря, прекрати. Ну, что такое, ну я соскучился, ну правда, ну что ты на самом деле. Я прекрасна тебя, понимаю, Боречка? У тебя будет две недели. Что? У тебя будет две недели, Боря. У тебя что, получилось? Конечно, завтра я иду со своей мифической подругой Кариночкой. Ее мужем и ребенком в Крым на две недели. Та-ра-ра! Две недели в Крым? Да. Ты сделала это, у тебя получилось. Умничка моя котлеточка. Слушай, ну это же прекрасно. Скажи, а что, почему в Крым? У мужа дела плохи, да? Сплюнь, ну тебя. Я не хочу, чтобы нас кто-то увидел, и все. Да черт с ним, в Крым так в Крым. Да. Какая разница, где нам с тобой из постели не вылезать, да? Ой. Убери руки, Карина. Какая же ты все-таки не фоманка. Ладно, мам, ну перестань. Пусть по слезам не верят. Жизнь вообще. Сорок лет только начинается. Тебе всего-то восемь лет потерпеть осталось. Спасибо, сынок. Утешил. Нет, врагом си. Нет, я не могу поехать. Опять опоздали. Я в си. Нет, нет. Я один. Как теперь? В поликлинику отпрашиваться будем? Хорошо. Я же сказал, я обязательно заберу. Так, я тебя наберу попозже. Слушай, Калинин, ты часы имеешь? Ты совесть имеешь? Нет, ты только меняй. Скажи спасибо, тут дети. Рустамчик, прости, но мы же совсем на чуть-чуть опоздаем. Слушай, а хочешь, я тебе зарплату чуть-чуть отрежу, а? Если ты еще один раз уволю, опоздаешь. Еще один раз опоздаешь, уволю. Поняла? Поняла. Каждый день. Помню. Совсем совести нет. Рустамчик, прости, я тебя спросить хотела. Что ты жишь? Ты что, не видишь? Я уже ушел. Что ты хотела спросить? Нет, нет. Ничего. Что? Все? Я пошел. А ты когда вернешься? Работать надо. А ты уже соскучился. Нет, это нравится. Когда вернусь, когда вернусь. Нет, ты посмотришь, а? Работать надо. Люди... Что, отпрашиваться не будем? Да он бы все равно не отпустил. Просто закроем магазин и идем? Цветы утром все равно никто не покупает. Ждем 10 минут и уходим. Понятно. Анкописка, сеньора, я совсем не говорю по-русски. Боречка, ну отвлекись, ну расскажи, ну как съездил. Да лучше бы я не ездил. Носух нет нигде. Все есть. Лемуры, удавы, крокодилы. Носух нету. Я по всей Европе, как блоха, туда-сюда, туда-сюда говорю. Дайте две, ну пять, ну одну. Взородыши дайте хотя бы, я его лично грудью вскормлю. Нет. А жен олигархов, тело мое изможденное, на части рвут. Борис Михайлович, дайте нам носух. Тренд у них. Носухи. Кстати, Леонарду компашечка не нужна? Нет, спасибо, это ты так мужа достает. Боря, прекрати. Как я хочу многие эти. Подожди, муж звонил. О, наш муж. А, да, милый. Привет, дорогая, как дела? Привет, все хорошо. Я вот Кариночку отвезла, еду по магазинам. А что? Просто я тут долго думал по поводу нашего утреннего разговора. И знаешь, наверное, ты права. В чем права? В том, что я уделяю нашей семье гораздо меньше времени, чем в работе. Наконец-то ты это понял. В общем, я все уладил. И мы сможем поехать на море вместе. Ты, я и Света. Алло. Вер. Алло, Вер, ты меня слышишь? Да, милый, просто это все как-то неожиданно. А это уже точно, да? Абсолютно. Я сейчас еду за Светой, и мы присоединяемся к твоему шопингу. Вы, как будете в центре, позвоните. Я пока наберу Кариночку. Обрадую. Передавай привет. Ну все, пока. Ну и что он сказал? Тебе привет. Дурак, мы иди втроем в Крым. Зачем? Сынок, ты как? Я здесь хочу. Потерпи. Вы, вы что? Вы как? Вы что, не видели, что мы тут идем? Простите, но это у вас надо спросить. Вы что, не знаете, что переход там, где знак, а не там, где хочется? А вы что, не знаете, что максимальная скорость в городе – это 60? А не столько, сколько хочется. Простите, вы что, хотите сказать, это я виноват, что вы, как курица, бросились ко мне под машину? Кто? То, что вы купили такую машину, извините, не дает вам никакого права хамить женщине. Простите, я не хамлю, я просто, я констатирую факт. Вы констатируете факт, что вы хам? Скажите спасибо, что у меня еще не та комплекция, а то надавала бы вам по физиономии. Вот, сынок, запомни номера дяди. Вырастешь – сделаешь маме приятно. На день рождения? Да хоть на Новый год. Пошли, у нас и так сегодня куча времени на идиотов ушло. С вас 15 тысяч 525 рублей. Что, простите? За капусту и это еще за скидкой, как оптовику. Так как это я не еду, когда я должен ехать, Вера? Боря, да успокойся ты. Да что значит успокойся? Я неделю тебя не видел, еще две не увижу. Но это безумие. Этого не может быть. Да нет, Вера, ну я сойду с ума. Так нельзя. Боря, прекрати истерику. Ты думаешь, мне хочется переехать в этот Крым со своим мужем и его дочкой Светой. Еще вопрос, кому из нас хуже. Так, давай мне корм для Леонарда, и я поехал. Тарас, быстро, стакан сверчков и упаковку зоофобусов. Быстро! Боречка, ну пойдем. Пойдем, я прошу тебя. Боря, пожалуйста, держи себя в руках. А у меня муж, Стива. Я заеду вечером попрощаюсь. Мы только встретились и уже попрощаться на Веру, но этого не может быть. Ну, пожалуйста, ну, хорошо, я прошу. Ну, надо что, надо придумать, Вера. Боря, что придумать, что? Ну, я не знаю, ну, подсыпь ему в чай что-нибудь в конце концов. Что, ты вредишь? Ну, я просто очень хочу поехать. Ну, тогда мне не по. Был барюсик, стал корюсик. Как тебе такой вариант? Или ищи жену с ребенком? Какую жену? Какого ребенка, Вера? Ну, что? Я еду в Крым со своей лучшей подругой Кариной, ее мужем ребенком. А ты можешь быть мужем. Ну, как я к ним мужем? Ну, слушай, это все. Как просто. Ты у меня гибель. Ты как? Ты как? Я не додумался сам. Стоп. А где я найду до вечера жену и ребенка? Ты своих носук как-то находишь? Подожди, Вера. Разберешься, я думаю. Причем здесь носухи? Притон. Я прошу тебя, остановись. Звонимся. Я молю тебя, остановись. Борис Михайлович, тут корма привезли, нужно накладные подписать. И это замужем? Нет. А дети есть? Нет. Не успею. Вообще ничего, не успею. Еще звонил начальник налоговой по поводу носух. Меня ни для кого нет. Привет. Привет. Светочка, дорогая моя принцесса, любимая. Надя, позвони. Надя, спасибо. Пожалуйста. Нашел? Это не так просто, как выяснилось. Удачи. Спасибо. Девочки, я уехал. Я позвонил всю Москву, и ничего. И тут меня растеняет. Андрюха же у него целая чвейная эта фабрика. Ты говоришь, у тебя эти хадемоки помашем у него, да? Ага, дорогой, спасибо тебе огромное. Девочки. Девочки. Если какие-то юбилеи или праздники милости просим к нам. Спасибо. Если у Снохи юбилей. Если… Извините. Рустамка. Кто к нам пришел? Молчи, молчи. Я сам повод угадаю. Ты нашла новую перспективную работу и пришла на старую сказать «все!» Кратыль. Рустамчик, прости. Просто Саньку надо было в больницу срочно. У него бронхи. Замучила. Это ты меня замучил, Калинина. Так, шорты и футболки я сложила, а еще нашла вот это. Скажи, это Вера тебе подарила? Или у тебя самого случился приступ безвкусицы? Там на лейбле написано, у кого случился приступ безвкусицы. Я тебя прошу, прекрати искать Вере одни недостатки. Она хочет с тобой подружиться. Сделай ей шаг навстречу. Ладно. Если я не буду подкладывать ей в чемодан Тарантула, это будет считаться шагом навстречу? Ну, безусловно, да. Что уже подбросила? Ну, чего? В глаза смотри. Так, я пойду проверю. Пойдем проверю. Что я сказал? Значит так, да? Так. Так. Все, женщина. Иди, не мешай работать. Хорошо, тогда рассчитай меня за эти полмесяца. Какой рассчитай? Я тебя не рассчитаю. Сколько раз ты опоздала? Сколько моей крови выпила, а? Нет, все. Это ты мне должна. Иди, иди. То есть ты не заплатишь? Нет. Ты в больнице была, а усы не прочистила. Я тебе платить не буду. Иди, иди. Да пошел ты. Ты думаешь, я унижаться буду? Да фиг тебе. Пошли, сынок. Ты ж гордяя какая. Завтра придешь, проситься буду. Я тебя не возьму. С тебя пользуй, как с баран молока. Кызыр, морда. Подержи. Сам ты держи, морда. Мама, что это было? Жесточайник, сынок. Вырастешь? Никогда так не делай. Я знаю, где ты живешь. Значит, так ты хочешь со мной поехать. Значит, нужно было не пол Москвы объехать, а всю. Борис. Так ты лучше не беси меня. Борис. 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 До конца. Держись, Карель. Я всегда. Ты знаешь. Что-то случилось? Ой, там это, вообще, у этого мужа, у Карениного мужа, представляешь, аппендицит. Да ты что? Там, говорят, плохо все. И скорая приехала, две. Говорят, резать. У него даже и хуже. У дядьки моего этот самый, ну… Перитонит. О-о, да. Да-да. Перитонит, представляешь. А чего они хотели? Они же это, бату жрут, они же вегетарианцы. Вот, видать, она и застряла там. Вообще-то, у вегетарианцев аппендицит бывает крайне редко. О. Чего-то я перепутала. Точно. А, да, конечно. Это она вегетарианка, а он нормальный. Да. Сто процентов. И ест и пьет. Ну, ничего, у Кариночки все будет хорошо. Ничего не поделаешь. Будем отдыхать вдвоем, да? Вообще-то, втроем. Или ты не едешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я тебе говорю, даже не думай! А я и не думай! Куда? Вольна я! Ты понимаешь, что ты сломала? Ты понимаешь, что ты разбила? Держи! Тебе лечиться надо, Калинина! А тебе искать, где ночевать! Стоякин! Вот! Да найду, найду! Не беспокойся! Привет соседям. Ячейка общество отрещит по швам, да? Не спрашивай лучше. Угу. Ты чего вообще сдурела? Ты чего сделала-то? Так на что же я его был? Так, так это я подарила. Можно было продать? Ну, извини. Исчезни. И ты исчезни! Понял, Стоякин? Навсегда! Таксист! Мам, так давай хоть колонку продадим. Ну, раз сити-плеером не нужно. Так, к вам никого не нужен. Кто заберет, тот заберет. А почему ее тогда в окно не выкинули? Сань, иди домой, а? Оль, привет. Привет. А что же вы в окошко тоже не выбросили? Еще один? Так я и говорю, дядя Борь. Брысь! Досматривать мультики. Пока, дядя Борь. Пока, Санек. Ну, как ты? Лучше всех. Машину чуть не сбила. С работы уволена. Сашка болеет. Три года жизни в унитаз. В общем, лучший день моей жизни. Жизнь бурлит. Да. Самой себе завидую. А ты как? Ну, сначала думал, что не очень, а сейчас вот вижу, по-божески. Спасибо за поддержку. А, прорвемся. Умница, красавица. Мать-одиночка. Мечта олигарха. Да, не упусти свой шанс, паровоз. Ну да. Милая, как тебе рыба? По-моему, просто супер. Спасибо, Вера. Это была очень вкусная доставка из итальянского ресторана. Ну здоровье, милая. Мы с курьером старались. Угу. Прости. Просто у него такой возраст. Ну что ты, Игорюш. Она у тебя вундеркинд. До такого возраста еще лет пять. Странно. Кариша звонит. Да, Кариша? Что? Да не то слово, как счастливо. Ну давайте пакуйте чемоданы. Ну все, пока-пока. Пока. Игорюш, ну что, они едут? Они едут. Что впервые в истории аппендицит прошел сам? Ну, а это был не аппендицит. Это гастрит. Ну да, он так разыгрался и вот отдавал. Странно. Гастрит болит гораздо выше. Как они могли перепутать? Игорюш, ну вот такие вот доктора у нас. Вот так их вот там учатся. Чего ты копаешься? Главное, что они едут и все. Хотелось бы верить. Игорь, ну тебе же русским языком сказали. Мы едем. Да никуда я не поеду. Ты с ума сошел ко мне с такими предложениями обращаться? Калинина, ну я же не прошу тебя родину продать, а просто съездить со мной на море. Бесплатно. На халяву. Ну и пару раз назвать меня там любимой, мой родной. Все. Слушай, любимый мой родной, иди ты знаешь куда. Эскорт услуги по другому адресу. Какого черта ты ешь, мои сосиски? Ну я с дороги, у меня холодильник пустой, Влад. Гастроном внизу, 24 часа. Ну что, задеваешься что ли? Ну дай мне хоть чай-то допить. Дом допьешь. Калинина, ну когда ты в последний раз была на море? Ну вот вспомни. В шестом классе, когда мы выиграли конкурс делами звена дружина сильна, да? Нет, я конечно ничего против не имею. Мелитополь в конце февраля чуден как никогда. Ну надо как-то обновлять впечатление, Ладушка. Ну Сашке надо бронхит подлечить. Ой, не стыдно, а? Что не стыдно? Ну что не стыдно? Вы же с Олегом ему обещали. Ну он мне все рассказал, наши друзья. Саша! Саша! Где? А, ты здесь? Привет. Здорово. Скажи мне, друг мой, ты хочешь завтра полететь на море? Класс! А мама, она ведь летать боится. Ну, значит поедем на машине. Какие проблемы? Никуда мы не поедем. А ты марш в постели. И нечего подслушивать взрослые разговоры. Давай, давай, давай. Ты видимо не совсем понимаешь. Две недели. В самом лучшем отеле Ялты. И в самой идиотской ситуации в мире. Я не буду никого из себя корчить. И обманывать какого-то мужа. Какой-то Вера. Давай, пожалуйста. Ну, подожди. Секундочку. Это что ж получается? Я каждый месяц, можно сказать, спасаю вас от голодной смерти. Ой, спасибо. Единственный раз в жизни, когда я прошу мне помочь, что я взамен получаю. Нет, я конечно уйду сейчас. Прямо сейчас уйду. Но учти, Калинина, если я сейчас уйду, ты больше ко мне никогда не обратишься. Уходить? Уходи. Я ухожу. Иди. Ладно, пожалуйста. Ну, я очень хочу поехать. Проможь. Вот со мной эти штуки. С восьмого класса не работают. Ладно, но я обещал, что ты поедешь уже. Так ты умнее будешь. Проможь. Давай, давай. Живи, пожалуйста. Что ты за человек такой? Я тебя по-человечески прошу. Давай, давай, давай. Ай, ну. Знаешь что, Калинина? Чего? У тебя с твоей вот этой детской принципиальностью не в ссорах, не в пятьдесят. Жизнь никогда не начнется. А, все сказалось? Да. Да? Да я ж не бесплатно, Калинина! Я денег заплачу! Много денег! Я представляю, как все будет здорово. Ты своим водным элстримом займешься. Класс. Кореша пускай с детьми нянчится. Ты знаешь, как она любит детей? А я дней пять точно из Пава лизать не буду. Скажи, пожалуйста, дорогая, а то, что ты хочешь наладить отношения со Светой как-нибудь отразиться на программе твоего отдыха? Конечно. Ну, мы сначала поссоримся, потом помиримся, потом опять поссоримся. В общем, не переживай за своих девочек. Ой, Кариша звонит. Да, Карина? Что значит не едете? Знаешь что, Карина? Держись. Что на этот раз? Все-таки перитонит. Мам! А почему ты не хочешь на море? Сынок, я очень-очень хочу на море, но я не могу согласиться на то, что предлагает дядя Борь. А ему не нужен один ребенок? Ну, без жены. Сань, послушай меня. Есть такие вещи, на которые порядочный человек в любом возрасте не должен соглашаться. Понимаешь? Никак. Да. ЗВОНОК 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 Я тебе сейчас… Парамош, ты… Здравствуй, Калинина. Я говорил, знаю где ты живешь. А теперь запомни, сколько ты мне должна. 70 тысяч цветы раз 45 тысяч стилаж 2 и 10 тысяч моральный ущерб а теперь спроси у этот человек сколько ты должен заплатить чтобы не сесть на два года ну зачем но отличная композиция была человека калина завязывать и вот эти вот это море уху горы такое ощущение что и на курорт едешь а на похороны уго чавица я не понимаю что тебе так весело придумали какой-то бред с этой кариной ты вообще тебя представляешь как это будет вот мы сейчас приедем и и что да ничего пару раз на ужин сходим там нож на экскурсию разок и все дальше делаешь что хочешь с кем хочешь и где хочешь слава богу муж я не ревнивый а ее муж а ее муж объелся груш бам 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 буря тебе не кажется что это подло калинина любви все подлости покорны ты чё прям так любишь безумно а она тебе больше жизни ромео джульетта шекспир ну а чё мужу тогда не скажете слушай калинина всему своё время алюна вы где ну слава богу это я думал твоя чокнутая соседка опять что-то выкинула вы едете обратно верусик прости пожалуйста я сейчас громкую связь отключу порти нормально ты чё не сказал что это по громкой связи разговариваешь я могу сказать только одно что я безумно соскучился заян давай приезжай уже быстрее так докладываю приезжаем нас встречают заселяемся и званый ужин ровно все ты чё с ума сошел что тебе опять не нравится калинин а как ты себе это представляешь ну как я себе представляю ну сели выпили поговорили как интеллигентные люди только о чем будет ну как о чем но ты же историк ну тебе поговорить что ли не о чем общение калинина общение вопрос ответ вопрос ответ а как я отвечу на вопрос боря где мы познакомились как подружились где мы вместе бываем ходим и в один фитнес-клуб или в разные или вообще не ходим или я хожу а верочка нет или у нас есть традиция боря по пятницам есть пиццу в марио а может быть не по пятницам а по средам и когда наконец починить лифт в моем доме которым верочка постоянно застревает или она не лепила такой отмазу когда у тебя задерживалась такого общения ты хочешь все 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 я понял хорош хватит все боречка ты соскучилась я соскучилась верусь у нас тут возникла маленькая проблемка мы про карину кроме того что она твоя подруга так толком ничего и не знает смысле еще на твоя жена ребята что сами себе семейную жизнь придумать не можете это понятно но она твоя лучшая подруга а ты ни разу в жизни не видела приедем познакомимся какие проблемы не понимаешь мы сейчас приедем а твой муж возьмет и спросят а где вы познакомились где подружились какой фитнес клуб ходите или не ходите игорь ты нормальный вообще я по телефону разговариваю карина что подъезжают уже да в смысле нет да карина нет не подъезжают что на этот раз подагра да нет заблудились где-то под сиферополем нет он дураки дураками а ни карты не навигатора я серьезно давай помогу а алё карина здравствуйте ну что где вы там заблудились дайте какой-нибудь ориентир да мы заблудились вот мы заблудились но я сейчас там лучше трубку моему мужу борису он объяснит это борис муж карины здравствуйте борис муж карины а это игорь муж веры так куда вы там заехали вы знаете мы уже въехали просто девочки не так поняли поэтому а понятно они скоро будут это вы что-то не поняли борис муж карины а здравствуйте борис а это вера подруг кариной вы не могли бы мне дать мне не доболтали спасибо вера твоя подруга кто вы со мной хотели поговорить или все-таки с борисом борисом это вера твоя любовница да верочек слушаю тебя буря ты че тупишь на фига мне твоя соседка я с тобой хотел поговорить слушай я я думал ты ей хотела про карину рассказать а приму же и по телефону ты думаешь нафига я наплела что вы заблудились а я не урубился сразу-то видимо дорога вымотала ты понимаешь так короче приезжайте я жду вас на ресепшен слушаюсь моя белая госпожа они будут часа через два через три можете спокойно еще полчасика покататься на банане так ребят вообще-то карин с ребенка приезжает у нас подарка нет ну нехорошо как-то давайте езжайте в город и купите куклу а я на массаж все пока будьте мой слетки деловая колбаса свет ну я в хорошем смысле этого слова за мной это понимаешь ничего чуть не отказалась сейчас откройся что галина или тополь померк делал почему же здесь номера твой обморок в программу мероприятия не входят за мной добрый день здравствуйте у нас должна быть бронь на фамилию парамонов одну секунду слушай ты нормальный человек что ты делаешь извините апартаменты все верно да ваши паспорта пожалуйста и ладно паспорт давай ну здравствуйте ну пойдемте расскажите как доехали пойдемте ну как дела солнышко все хорошо да буря и вот так вот по-твоему выглядит элитный астролог да и астролог она астролог кто астролог карина вип астролог у нее клиентура по всей европе я же тебе говорила когда ты мне говорила что ты меня втянула запутчись а кто такая карина саша я понимаю что у тебя склероз я понимаю ну я тут при чем а слушайте ребята давайте закруглимся пока не поздно ну какой из меня к черту астролог ну еще и вип ну нет ну вип так это не очень ну может она просто астролог я уже сказала мужа что она элитный астролог прилетела из рима нет 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 это я прилетел из рима ты есть карина идиот дядь борь так это ты карина подожди ты я в шоке быстро доброе утро доброе я такси заказал уже ждет благодарю так что мы ей подарили так я думал ты придумаешь а что сейчас было это был мой муж с дочкой чего не так рано я же им сказал на банане поплавать дядь борь я тоже хочу на банане поплавать саша не до банана сейчас надо сделать что нибудь а что дядь какой дядь боря какая лада у нас до ужина четыре часа вы хотите прям там спалиться можно вас на секунду да так давайте заселять и репетировать чтобы никаких дядь борь и лада ясно поняли все поняли так я займусь подругой мама ты куда побудешь дядей папой буря дай кредитку а зачем в зубах ковыряться давай мы все пойдем добро пожаловать полимиру палас надеюсь ваш отдых будет незабываем здрасьте 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 ваш номер шестьсот пятьдесят два так нам маникюр пизикюр стрижку укладку пилинг и все остальное хорошо ты меня прости за чем у тебя соседку я иногда ляпу не глядя я поняла карточку пожалуйста заходи вау ну варик нравится? клаааас прыгай давай значит так санек слушай меня очень внимательно с сегодняшнего дня и до самого отъезда мы делаем вид что мы семья то есть ты называешь меня не дядя боря а папа договорились? а почему мы будем делать вид что мы семья? ну как для чего ну потому что так надо а для чего надо? потому что нас не выселили понимаешь это очень семейный отель здесь жесткие правила понимаешь приходится выкручиваться а почему я буду называть тебя папой? Саш послушай у тебя совесть есть вообще в конце концов? ну почему ты называл меня папой когда нас с Калининым вызывали директору твоей школы? ну потому что ей неудобно что я расту без отца ну вот а мне неудобно что я расту без семьи мне 36 лет ни дома ни детей ну мне перед друзьями стыдно понимаешь? а почему ты назвал маму Кариной? ну потому что я должен был поехать со своей одной знакомой Кариной а она в самый последний момент отказалась а я всем своим друзьям уже сказал что мою жену зовут Карина ну да ясно заврался ну типа того а почему? да по кочану хватит задавать лишние вопросы Саша просто называй меня папой все понял? планшет не понял ты очень крутой астролог у тебя офис на чистых прудах клинтур за рубежом ты предсказала отставку Сердюкову падение метеорита в Челябинске и рождение дочки Куркорова ты это серьезно сейчас говоришь? я уже наплела это мужу придется придерживаться легенды понятно что ты еще наплела мужу? 5 лет жила в Тибете, гуруд йоги, викторианка, сыроед, муж это все? умный, образованный, знаешь самих языков теперь все мне их как? к ужину выучить? я может вообще мастер спорта по легкой атлетике и разговариваю на языке дельфинов о! про дельфинов я по-моему говорила хотя фигня скажу с перепута закрепим а я говорю планшет Саша ты что опух что ли? какой планшет? у тебя совесть есть вообще? есть нет, интересное кино получается приехал на море за мой счет и еще шантажирует меня вообще ты совесть дядь Борь если есть возможность рубить бабла то надо рубить по полу ты какая же сволочь тебе сказал ты? забыл что ли? ага, ну ладно, ну допустим планшет Саша это дорого, это очень дорого тут работы максимум велосипед пускай тебя официанты за велосипед папой называют а мне нужен планшет ладно, если все пойдет нормально будет тебе планшет дома на новый год здесь и сейчас и на новый год велик не наглей мы познакомились полгода назад на фитнесе вместе ходили на латину когда у меня сломалась машина ты два раза подводил меня домой потом мы встретились на шопинге провели там целый день подружились ты это все только что придумала? это реальное знакомство с Борисом Борисик ходил на латину? это сильно да он там бабу клеил значит так мы с Борисом встречаем мы с тобой встречаемся два-три раза в неделю часто созваниваемся ага, а иногда ты имеешь наглый звонить мне по ночам ну так как часто бываешь в Европе и забываешь о разнице во времени понятно я тебе нибудь еще и пьяная звоню по ночам да так у тебя есть собака чау-чау которая один раз укусила меня за зад у Бори нет собаки чау-чау есть парамонов парамонов значит так велик на новый год согласен а сейчас радиоуправляемый вертолет планшет футбольную форму Барселона фирменную из Испании планшет ладно не хочешь как хочешь но только сейчас ну жди я звоню твоей матери и рассказываю ей как ты меня здесь штантажируешь давай хотя бы Плейстейшн четвертый третий и десять дисков пять ну мы же вместе гонять будем блин пап папулеч ладно будет тебе Плейстейшн третий заметано кстати молодец сынок хорошо торговался твоя школа хотя честно я бы на планшет согласился а я бы на вертолет сыроед тибет астролог ну что на первое время должно хватить просто у твоего мужа закончились деньги кстати о муже я с ним лично не знакома знаю что у вас идеальный брак у вас девочка мечтает о мальчике у нас мальчик ну значит у вас мальчик мечтает о девочке как мальчик подожди я по моему мужу сказала что у вас девочка ничего скажешь ты перепутала ага а кто у тебя муж банкир-трудоголик крови как о деньгах больше вообще ни о чем не думает ну это неплохо ты давай это заканчивай я тоже пойду мрафет наводить а кстати как тебе вот это мне больше всего понравилось это я себе купила давно твой муж мне подарков не делал давай милой увидимся папа где наша мама или она пока все твои деньги не потратить не вернется я сам терзаюсь этим вопросом ты выбрал что-нибудь да я буду лобстера в трюфельном соусе с миксом белой зеленой спаржи я сам тебе его беру привет привет мать моя эсотерика слушай ну тебя не узнать вообще ну что ты дорогой я просто реснички подкрасила ма ты похожа на маргариту алексеевну спасибо сынок за комплимент а кто такая маргарита алексеевна это психолог из нашей школы она секси слушай калинина ты выглядишь просто перфект много потратили твой оморок в программу мероприятий не входит ну где наши рокфеллеры или мы как одни ужины нет не одни ну мы просто раньше пришли сейчас они придут спокойно я в туле отхожу ты раньше мог мне об этом сказать саша папуля папуля молодец за папулю хвалю пойдем я тебя отведу сынуля пошли буря я одна не останусь я с вами ты слышала куда мы сейчас идем калинина спокойно возвращайся за стол что-нибудь заказываем лобстера не заказывай хорошо добрый вечер добрый вечер вы здрасте нет я не понимаю как вообще такое могло случиться или вы меня преследуете вы ненормальный с какой-то статьи я вас буду преследовать кто вы такой интересно знаете так ладно кажется я догадываюсь к чему идет наша милая беседа да поэтому давайте остановимся на этом давайте да кстати извините вам придется пересесть почему этот столик заказан я тут ужинаю с друзьями и семьей у вас есть и то и другое это удивительно при ваших то манерах но этот столик заказан здесь ужинаю я с моим мужем и моими друзьями а у вас есть муж представьте себе неожиданно да вот так вот я то был уверен что с такой как вы ни один нормальный человек не выживет а вот и мы дорогая у тебя все в порядке нет дорогой вот этот мужчина говорит что столик заказан и нам говорят пересесть представляешь это у нас течка садись наконец-то приехала приветствую прекрасно выглядишь я смотрю вы уже познакомились ну как тебе мой Игорюша Борис очень приятно Игорь очень приятно у меня нет слов Борис приятно да я Борис здравствуйте а вы должно быть Вера да очень приятно мне Карина столько о вас рассказывала я тоже хорошего и разного очень рад очень Игорюша привет я Света Саша а почему ты не девочка сложный вопрос Вер ты же говорила что у тети Карины девочка а это же я опять напутала да мне Кариша говорит Сашенька ну я и подумала что девочка а Сашенька то оказывается мальчик а мальчик а я просто все время девочку хотел ну прости а тогда это тебе кукла кукла я играть буду подарок с юмором с юмором а что ж мы стоим может быть выпьем шампанского друзья знаете что давайте-ка лучше выпьем за наше знакомство давайте я думаю что отдых у нас будет незабываемый да я не могу а 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 карта если я правильно понимаю световым имела ввиду гороскоп по дню рождения он и так называется до света на тальная карта то я не поняла про сразу а вот не поняла а вот света поняла молодежь не проведешь все если я долго делать то не надо можно хотя бы транзит или соляр составить Светочка, ты знаешь, вообще-то теть Карина приехала отдыхать от всяких гороскопов и карт. Не нужно ее мозг засорять всякими соляриями. Да, Светлана, у современных астрологов, знаешь, у них каждая звездочка на счету. Так, солнце мое, что-то ты это, пустая тарелочка у тебя, давайте, вкусняшки положил, ты же любишь. Ну давай, давай, смотри, это невозможно. Ой, мяско свежее, все время худеет, вы знаете. Скажите, а вы в отпуске тоже от вегетарианства отдыхаете? Кто вегетарианец этот? Ну ты же говорила, что Карина убежден и травоеда, или это растительный люля-кебаб? Почему же растительный? Самый что ни на есть натуральный, только не мой. На, сынок, ешь, Майя, не хочу, не стесняйся. Вот. Вы бы лучше такой внимательны на дороге были, а не за столом. Если мне не изменяет память, вы сами мне под колеса бросились. А вам изменяет не только память, но и зрение, иначе бы вы нас заметили. Понятно, вы что, знакомы, что так разговариваете? Ну если попытка убийства считается за знакомство, то вы, наверное, да. Простите, а можно как-то поподробнее, а то мы и не в курсе? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Не далее, как вчера, когда ты ездила за Кариной, Варя... Так, стоп. А как ты могла ее встречать, если она в этот момент встретилась с моей машиной? Я же с тобой говорила. Карина просто раньше прилетела, то есть позже. Ну ты вечно ничего не помнишь. Игорь, я точно такой же. Я Карину слушаю через раз. Посему тост. Так, друзья, значит, муж и жена, это же во берега. Между ними пропасть. Выпьем же за мост, который соединяет за кредитную карточку. Смотрите, у вас прекрасный чувство юмора. Спасибо. Дядь Борь, мне тоже соку налейте, я тоже чокнуться хочу. Дядь Борь? В продолжении тоста. Вот этот малолетний вымогатель требует у меня игровую приставку. Да. Игровую требует. Есть такое дело. Купишь, папа, не купишь чужой дядя, да ладно? Какая Лада? Я говорю, ладно. Ладно, куплю я ему эту игровую приставку. Слушайте, что ты опустела у нас здесь? Официант, момент. Сейчас. Ой, друзья мои, какие планы на завтра? Я сразу предупреждаю. Кариночка я забираю, у нас сплетень накопилось, да? Не на один день. Надеюсь, мое присутствие не обязательно? Нет, ты точно будешь лишним. Ты там нечаянно свои всякие дайвинги, серфинги, как они там у тебя называются? С радостью. Я могу и Борю с собой взять. Ему ведь с вами не очень интересно будет. Это, я думаю, навряд ли. Ты знаешь, Борис вообще не по этим всяким делам. Ну, мне Карина рассказывала. Да. Да. Не по этим. Ну, мы его чем-то займем. Ты не переживай. Это не по каким я там делам. Да вот я хотел вас завтра на аквабайке пригласить. А женщины говорят, вы не любитель подобных развлечений. Во-первых, Игорь, не вы, а ты. Во-вторых, не любитель, да, а профессионал. Да что вы говорите? Борис, а вы же на нас покидаете? Вера Павловна, почему я себя... Нет, нет, подождите. Вы сами сказали, мы будем вам только мешать. Тост! Чтобы никто никогда никому не мешал. Игорь, я на аквабайке вытворяю такие пируэты. Ой. А лыжи? Водная? Да. Мастер спорта. Борис. Ну, Игорь. Что вы говорите? Да, конечно, смотря сколько вы. Ну, мы же здесь собрались не выпивать, а, так сказать, для того, чтобы по чуть-чуть и за знакомство. Водный экстрим я обожаю. Утром, Ягарь. Утром, Ягарь. Бежи, бежи! Свай, свай! Доброе утро. Я, наверное, вас разбудил. Удивительное. Проницательный с 7 утра. Вы специально пришли в такую рань, чтобы об этом спросить. Нет, что вы. Я пришел за порцию утреннего сарказма, а заодно разбудить вашего мужа. Какой остроумный у моего мужа будильник. Борюсь, тут к тебе друзья пришли. Мой спортсмен говорит, что ждет вас уже полчаса. И вообще, где вас черти носят? Можете сами спросить. Борь. Борь, ты идешь? Куда? Приятного аппетита. Взаимно. Сань, что надо сказать тете Вере? Взаимно. Мне спасибо. Взаимно говорят взрослая. Вера, какую одежду ты предпочитаешь? А светлую бы темную в лапешку? Светлая. Как вам погода сегодня? Бывает отлично. Сейчас кто-то доковыряет свои блинчики. Мы пойдем окунемся. А почему только окунемся? Если идти, так до обеда. А какие машины ты больше любишь? А, седаны, кабриолетовые джипы? Кабриолеты. А может быть, вы Светочку возьмете с собой? Да не вопрос. Замечательно. А то наш папка бросил ребенка и свалил. А я хоть там в спа, на массаж скажу. Отдохнул, может быть. А ваш папка что? Дрыхнет еще? Не, он с вашим уехал. Как уехал? С трудом. Ну, тяга к спорту, она сильнее головной боли и важнее любимой женщины. А какие мужчины тебе больше нравятся? А веселые, баромантичные, вы рассудительные. Не тупые. Ну что, готов? Сигна. Поехали. Как я здесь оказался? Ну, Боря. Ну, Борюсик. Тетя Карина, а змеи держатся? Ты все-таки знаешь зодиака или нет? Кто? Змеи держатся. Ой, смотри, Сашка на горку полез. Прокатись с ним. Тетя Карина, а змеи держатся. Почему грустит такая фея? Вы здесь одна? Нет, не одна. Я здесь мужем и любовником. Да, смешно. Нет, два слова. Тетя Карина, а какая планета покровительствует Газирогу? Ну как, классно? Нормально все, вот. Ура! Ну ты как? Замечательно! Обсохнуть не хочешь? С удовольствием! Поехали! Летчик, блин. Проснулись? Наконец-то! Тетя Карина, а кто вы по гороскопу? Где вы? О, как и я. А ты, Вера? Лев. Его вам лучше не будить. Тогда вам двоим вопрос. Тест номер 69 на совместивость характеров. Попадем, покупаем экскурсии. Вопрос первый. Ой, Светочка, извини, я сейчас. Светочка, ты иди поплавай, а нам с тетей Кариной надо экскурсии купить. Я подожду. Блин, достала, а. Всяк папашку своего как заладит. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, не остановить. Ой, интересно, есть экскурсия на разу ветров? Ты что, действительно на экскурсии собралась? Ну, конечно. А тебе не интересно ли водительский дворец посмотреть или олопкинский? Я что, к лучшу какая-то? По развалинам ползать? Мне здесь есть на что посмотреть и что показать. Мальчики, а-а-а. Урорт Пальмиро-Палас приглашает своих маленьких гостей в уютную детскую комнату. Аптека у нас в правом кредере. Спасибо. Что, так заметно, что? Я же тебе говорил, машься, а ты, я не сгораю, я не сгораю. Ой, я не сгораю. Ой, для меня это нормально. До вечера. До вечера, все. За ужином мы едем сюда. Спасибо. Тихо, тихо, портите. Сань, только играй здесь на площадке, чтобы я тебя из окна видела. Бож, краснокожих вернулся. Встань ты, да? Моренько. Отстань. Что, жертва огненной воды? Скальп облазит? Ну, слушай, Калинина, пожалуйста, у меня сейчас на спину сметанки, а не яду твоего. Может, скорую вызвать, а? А что мы им скажем, Борюсь? Что ты на торпеде подорвался или из горящего аквабайка выбрался? Да уйди ты. Как ты думаешь, мне его сначала задушить, а потом зарезать? Или наоборот? Ой, Вер, не утруждайся, он уже сам себя наказал. Верончик, я умираю. Помоги мне. Ты мне только перед смертью скажи, ты кого сюда приехал развлекать, а? Меня или мужа? Ой, у тебя крем есть? Ой, бедненький мой, а может, и массажик, а? Или горчичники? Слушай, Вер, ну я не думал, что... Да, Парамонов, думать вообще не твой коньок. Давай, давай, креветка, становись омаром. Ой, огорь, волнук. Ого, это вам еще повезло, что я не ревнивый. Смешно, да? Смешно, Игорь? А ты человека не угробил. А что, астрологам пачкать руки кремом звезды не уйдят? Ваша семья моего Бориса Михайловича в негодность привела вам и ремонтировать. Так я за этим и пришел. Вот, таблетки внутрь, мась наружу и завтрак, хоть снова на лыжи. Вы вообще сюда приехали, а? С детьми отдыхать с женами или экстримовыми всякими заниматься. А что тут еще делать? Да что угодно. Можно на экскурсии съездить. Вот, конечно. Там всякие замки посмотреть, ласточное гнездо. Нет, если тебе это действительно интересно... Конечно. А ты что думал, Игорь? Я приехала на пляжи валяться? Мы даже уже и билеты купили с Кариной, да, Кариш? Все. Так что я ничего не хочу слышать. Поправляйте, пожалуйста, Борис Михайлович. Спасибо, Вера. Я, к сожалению, не знаю, как вас по отчеству. Я посмотрю. Парамош, ты береги себя. А то я еще не успела с женой побыть. А ты меня чуть давой уже не сделала. Спасибо. Я на ужин, дорогой. Я тебя обрабатываю же. Ну за что я тебе деньги плачу? Вера, можно тебя на минуточку? Ой, замечательно. Кариш, дорогая, я не знаю, что со мной происходит. Как будто мне с той ноги встала. Значит, ноготь сломала, каблук сломала, да еще и духи разбила. Ты не знаешь, что у меня сегодня по гороскопу. Сатурн в доме Коха. Кромче. Ты можешь громче. Кромче. Сатурн в доме Коха. Да подожди ты. Господи. Игорь, ну я не могу так. Я просто сок хотела попить. Кариночка, а что у меня там с Луной, а? Луна в третьей четверти. Игорь, ты слышал? Послушайте, а это нельзя как-нибудь по дороге обсудить? Мы на экскурсию опаздываем. Ты с ума сошел, Игорь? Какая экскурсия? Ты что, думаешь, я там по горам буду лазить или на канатной дороге висеть? Карин, ну объясни ему. Да, да, нельзя ехать, нельзя, да. Послушайте, не ехать из-за того, что Сатурн куда-то кому-то не тем боком повернулся, это, по-моему, смешно. Нет, ну, конечно, если ты очень настаиваешь, я могу поехать ради тебя? Нет, нет, оставайся, если тебе это так важно. Только, по-моему, это все равно бред. И я не понимаю, как в это может верить нормальный человек? Можестик, мадам, вы были прекрасны в своем прорицании. Боря. Скажи, Калинин, слушай, А ты там, случайно, глаза вот так не закатывала, когда вещала? Иди ты в баню, Парамонов. Спасибо, дорогая, но на сегодня у меня совсем другие планы. Вот, Светлана Игоревна, будешь забивать себе голову всякими гороскопами, станешь как Вера. Дай бог, слава богу, что она в номере осталась. Если бы с нами поехала, не только приятный день был бы у меня. Здрасте. Здрасте. Привет. А где ваш отец, семейство? А, он отстал, не ну, а вот, идет уже. Солнечные ванны, различные массажи. Ожидают вас в наших спасах. О, ты как? Я нормально. Надо будет что-нибудь по дороге обезболивающее купить, и я температуру что-нибудь... Все, поехали. Нет, старик, ты совсем расклеился. Может, не поедешь? Да что вы сговорились, что ли, сегодня все? Карина мне утро, может, и не поедешь. Теперь ты, вот, может, и не поедешь. Может, и не поеду, Игорь. Ну, как я не поеду, если я Сашке обещал? Саш, может, отпустишь папу, а? Да, конечно, оставайся, папа. Ой, спасибо тебе, сыночек мой. А то, что ты хотел приставку купить, так ты просто маме денег дай, мы сами купим. Ты понимаешь, какое дело, Саш? Я деньги-то в номере оставил. Давай-ка в другой раз. Да не вопрос, я сам куплю, потом отдашь. Спасибо. Ты иди, отдыхай, поправляйся, а помощь будет нужна. Ты, Вере, позвони. Зачем же я буду лишний раз беспокоить Веру Павловну? Звони, не стесняйся. Счастливо! Ты где? Ах, ты зачем так понял? Ну, так бы и съел по тебе всю. После вчерашнего козлик, я не знаю, как ты будешь свиняться, чтобы не остаться голодным. Ага. Здравствуйте, мои дорогие. У нас с вами сегодня очень отыщенный день. Нашу экскурсию мы с вами начнем с главной замечательности Крыма. Это замка Ласточкино гнездо. Блин, зачем вообще туда ехать, если его изогнали? Сань, не но. Вот-вот, ведешь тебя, как типичный телец. Ты, случайно, не в мае родился? 15-го. Я же говорила, телец. На себе пошла. А я уже посмотрела. Я дева, и мы, кстати, с тобой, совершенно несовместимы. А вот с папой совместимость идеальная. Он у меня козерог. Правда, папа? Я не знаю, наверное. Козерог, козерог. Причем редкостный. Уж поверьте опытному астрологу. Ну, наконец-то. Добрый день. Вам просили передать. Простите, кажется, это вы самая красивая девушка на земле, которую я должен узнать с первого взгляда и запомнить на всю жизнь. Прошу. Ласточкино гнездо – это великолепный памятник архитектуры, построенной в 1912 году. Об этом замке есть невероятная легенда. Что, какая-нибудь красавица от несчастной любви бросилась здесь со скалы? Совершенно верно. Вероятно, девушка не первый раз на нашей экскурсии? Да нет, просто если скала и море, было бы глупо, если бы кто-то здесь отравился. Очень смешно. Товарищи, следуйте за мной. А сейчас мы зайдем внутрь, где вы более подробно сорвали. Саш! Свет! Какая потрясающая логика, особенно для блондинки. Неожиданно. Какая вы пища не тактична для банкира. Ожидаемая. И, кстати, по поводу логики. Просто нужно немножко чаще выбираться из офиса. Это стандартная легенда любого замка. Ну, что-то так долго. Баронесс. Этот замок и свое сердце я бросаю к вашим ногам. Боже мой, барон, зачем было так тратиться? Ну, тогда я дарю вам это море, небо. Забирайте. Вы меня недооцениваете. Боря, боже мой, как расширить. Внимание, друзья мои. Сейчас у вас есть полчаса свободного времени. Поэтому, если вдруг у вас возникнут вопросы по истории замка, прошу обращаться к девушке с двумя детьми. Спасибо. Пожалуйста. А вам не кажется, что перебивать рассказчика – это просто неприлично? Экскурсовод, между прочим, обиделась. Я не перебивала, я поправлю. Четыре раза? То, что она барона Штенгеля повысила до графа, на это я еще закрыла глаза. Но Александр Третий никак не мог ночевать в этом замке. К моменту постройки он уже вообще лет двадцать как-нибудь. Просто к профессии нужно относиться, я считаю, ответственной. Ну, не важно, кто ты – экскурсовод, банкир или… Астролог? Да, астролог. Мам, а можно в бинокли посмотреть? Или это дорого? Почему же дорого? Ну, потому что ты всегда говоришь «дорого-дорого». Я и не знал, что астрологи так мало зарабатывают. Я думал, они вообще ничего не зарабатывают. Я, конечно, понимаю, что считать деньги у банкиров в крови. Просто мы астрологи, детей не балуем. А мы, банкиры, балуем. Вот так. Санек, держи. Класс, спасибо. Света, пойдем? Пойдем. Боречка, мы будем считать, что ты про счет. Буря, когда я говорила об извинении, я думала, что ты придешь ко мне в номер с шоколадным батончиком. И этого было бы вполне достаточно, поверь мне. Боречка, тебе не кажется, что мы и теряем время? Дорогая, у меня все под контролем. Экскурсия заканчивается в 20.00. У нас полно времени. Ух ты, Орел! Мам, глянь, как классно. Ну, давай. Ого! Ё-моё! Вот идиоты! Кто идиоты? Позвольте полюбопытствовать. Нет. А почему вам что, жалко? Жалко? Мне? Нет, мне вообще не жалко. Просто я... Я сама не досмотрела. Извините, пожалуйста. Угу. Нет, ну мне просто любопытно. Что вы там такое могли увидеть? Кого называете идиотами? Бакланов. Я, может, таких глупых Бакланов сто лет не видела. Угу. Угу. Улетели уже. Пальмира по вас, дорогие мои. Собираемся, собираемся. Переезжаем на ехеатрию. Пам, пошли. Ну, парамонов. Палмира по вас, дорогие мои. Руки. Я на лифте, ты по лестнице распознится. Спасибо, Борис Михайлович, что проводили. Добрый день. Добрый день. До вечера. До вечера. Комой этаж? Шестой. Открывай. Сейчас. Открывай. Да не получается. Возьмите уже, Вера. Что, размагнитился? А вот говорят, вам не держите возле телефона. О, нет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я в душе. Какой душе, Вера? Это номер Сидорчуков? Нет. А, эротическое шоу. Загазали? Нет. Нет. Бардак, а не отель какой-то. Извините. Простите. Шоу закажите. Замечательно. Простите. Это ж надо мне в тот номер ломить. Может, сегодня и правда не мой день? Родный твой, он наш, Вера. Еще целых пять часов. Моя солнышка. Позвольте вашу дружку. Эротическое шоу, ну ты даешь. Ого. А вы что тут делаете? Да вот в аптеку пошел, спину как расстрелила. Какая спина, какая аптека? Что успел, то придурок. Хорошо телефон с собой был. Ты же мне сам сказал, в Вере Петровне звонит. А я сижу, так этот телефон звонит, а я вот. А вы что так рано? Так ветер, ну, Петри. Канадка стоит. А дети от дегустации массандровских вин почему-то отказались. Сран. Зато мы пришел купили. Так вы чего, едете, нет? Нет. Да, да, идем, Вера Петровна. Конечно, идем, идем. Спасибо. Какая Петри? Так там ветер. Калинина, ты сошла с ума, мы же чуть не спалились. Трудно было перезвонить. А ты не мог крутить свои амуры без ресторана, шампанского и свечей? Слушай, да давай я сам разберусь, где мне крутить мои амуры. Вообще, откуда ты знаешь про ресторан? Я же астролог. Хватит, Калинина. Боря, у меня третий класс открылся. Подожди, вот опять вижу. Вижу. Вижу танцы. Вижу гитару. Вижу забрара. Слушай, подожди. Ти-ти-ти. Вижу открытую террасу. Вижу бинокль, через который я вижу открытую террасу. Нет? А теперь я вижу придурка, который додумался свои дюльтеры прямо напротив ласточкиного гнезда устраивать. Подожди, какой бинокль-то? Там есть бинокль? О, сука. Дошло наконец-то. Так что скажи спасибо, если бы не я, а твои амиго сыграли бы уже тебе. Похоронный марш. Спасибо. Спасибо за приставку, папочка. И, кстати, ты должен дяде Игоре пятьсот долларов. А что такое дюльтер? А дюльтера это у мамы своей спроси. Не, я лучше у дяди Игора спрошу. А был бы у меня планшет, я бы в интернете посмотрел. Да, я бы тоже посмотрел. Какой планшет? Ну, иди сюда. Слушай, Калинина, ты шантажист малолетний. Как ты ребенка воспитываешь? Так он весь в папу. Боню. Вчера тебя куда-то унесло, сегодня их раньше времени принесло. Боря, что происходит? Ну, я виноват, что ветерна и Петри, что дети не пьют. Слушай, а ты мужчина или кто? Предложи что-нибудь. Ну, я не знаю, но... Ну, может, давай ночью, пока он спит. Ага, а может, давай сейчас, пока он ест? Это все, что ты можешь предложить. Такое ощущение, что мне больше всех надо. И последний вопрос, пап. Какие машины ты больше любишь? А, седаны, П, кабриолеты, В, джипы. В, джипы. Ты же у меня уже это спрашивала. Правильно, потому что это тест на совместимость. Светочка, все эти тесты полная чушь. Может быть, но я этим тестом проверялась результаты гороскопа, по которому вы с папой абсолютно несовместимы. Тетя Карина, а вы знаете, что вы с дядей Борей по гороскопу вообще друг другу противопоказаны? Вот, все, Калинина, развод и девичья фамилия. А, скажите мне, пожалуйста, госпожа Астролог, а кто же мне тогда подходит? Может быть, тетя Вера? Нет, у Львов со Скорпионами яркие, но недолгие отношения. А вот Дева и Козероги отлично сочетаются, так что папа и тетя Карина идеальная пара. Нет, ну что требовалось доказать? Я предлагаю с этого момента официально считать астрологию уже наукой. Карина, а ты уже спрашивала у Игоря? Ладно, я сама спрошу. Игорюш, у Кариши есть заветная мечта, которую ты должен исполнить. Карина очень-очень-очень мечтает погрузиться с аквалангом. Да? Да? Да! Кариша, ты не стесняйся. Игорюша, ничего не стоит. Правда, Игорюша? Я предлагаю завтра устроить мастер-класс. Ну, я не знаю. Что значит не знаю? Игорь, тут человек мечтает, тут такой шанс. Нет, если есть острое желание и необходимость. Это не острая необходимость. Это мечта всей жизни. Такая? Ну, да. Типа того. Ну, вот, и договорились. Старик, слушай, я тебе так благодарен. Далина, что ты сидишь? Ну, скажи спасибо человеку. Да ладно. Спасибо. Большое. Дай бог. Ну, и как это называется? Три дня в Крыму и только позвонил? Что, как женился? Совсем сюда дорогу забыл, а? Не волнуйся, ты у меня в навигаторе забил. Я в навигаторе. А, ну, теперь понимаю, почему тебя не было три года. Такую красавицу от нас спрятал. Знакомь с женой. Нет, я... Вы что? Ну, вообще-то это не жена. Это ее подруга. Знакомься, Карина. Карина, Влад, держи кваба. Подруга. И помните, все, что происходит на Черном море, остается на Черном море? Влад. Понял. Понял. Саныч, дуй сюда. Наконец-то. Я уж не думала, что это когда-нибудь случится. Да я и сам не думал. Только вроде трубы поменяли. Оно опять потекло. Вы, дамочка, заливаете. Мужчина, а это надолго? Может, полчаса, может, полсуток. Ой, а может, вы тогда после обеда придете? Это может, вы, дамочка, после обеда придете? Поддите на пляж. Вы же все-таки на море приехали. Ага. Давайте я сама буду решать, зачем я сюда приехала. Хамло. Соскучился я, чертяка. Ну что, свою подругу, жены, сам проинструктируешь? Не, 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 старик. Ты инструктор, тебе и карты в руки. Что, я буду твои хлеб отнимать? Вообще-то могу попробовать. С чего ты говоришь, там инструктаж начинается? С АЗОВ. Что дальше? Зайка, я пришел. А ты где? Зайчик, ну где ты? Ты что, сегодня решила принять меня в душе? Зайка, а вот и я. Ускакала твоя, Зайка. Куда, не сказала? Сказала, что не должна передо мной отчитываться. Не, если не ски выпить, то ты давай это наливай. Вон из крана попьешь. Ух ты. Здесь на поясе плотно на липучку. Поднимите волосы. Здесь. Застегиваем. Так, и главное, когда будете погружаться, не забудьте прижать маску вот так, иначе рыба не оценит ваш макияж. Главное, чтобы они оценили ваше чувство юмора. Повторяем азбуку дайвера. Всплываем, погружаемся. Все хорошо, проблемы с глазами, ушами, с дыханием. Запомнили? Нет, нет, нет. Вот это ослаблять не надо. Баллон должен плотно прилегать к телу. Баллон, а не инструктор. Карина, прекратите ерничать. Вы хотите погружаться или нет? Хочу, наверное. Не даром же я сюда приехала. Прекрасно. Тогда слушайте. Я слушаю, Игорь, слушаю. Но вы лучше мне показывайте. Показываю. И желательно на себе. Показываю. Ты думаешь, что у нас здесь? Зачем можно. Зачем можно. Я знаю. Я не пытаюсь с ней. Я не пытаюсь с ней. Я не пытаюсь с ней. Э, а, детишки, а чего вы в номер сидите? Вы же на море приехали, пошли бы там в бассейн поплавали. Мама сказала, чтобы я один из номеров не выходил. Или вы с нами пойдете? Играйте. Мам, быстрее! Вот, вот, если ты на мусорной прыгай, прыгай, давай, не бойся! Ну что, готовы? Отлично, тогда на счет три. Один, два. Нет, подождите, давайте на счет семь, а ну. А ну, просто счастливое число. А может, тогда лучше на счет двенадцать по числу знаков задержать? Вы что, испугались? На капельки. Смотрите, потому что под водой главное спокойствие и никакой паники. Где дождетесь? Когда? Одиннадцать! Двенадцать! 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 Вы, вы что творите? Вы убийца. Вы настоящие убийцы. Вы же меня чуть не утепили. Я же показывал, знаками показывал. Дай подышать. А я тебе показываю знаками. Вези меня домой. О, Боже. Что вы меня лапаете? Я не лапаю, я подталкиваю. А что, других мест для подталкивания нету? О, Боже. Нужны мне ваши драгоценные места. Не трогайте вы меня. Так, пожалуйста. Помогите. Не, Борь, ты нормальный, а? Ты где лазишь? Я тебе звоню, звоню, что у тебя с телефона? Так, так, Верунчик, я в лифте был. Так у тебя тоже телефон выключу. Ну, я, наверное, тоже в лифте была. Я к тебе зашел, у тебя там сантехник, ремонт. Да? А у тебя война. Ты эту приставку нахрена им купил? Ну, надо же было детей как-то отвлечь. Отвлек? Молодец. И что теперь делать? Что делать? Дорогая, дядя Боря сейчас все решит, как всегда. Закажи себе капучино. Добрый день. Добрый день. У меня тут такая ситуация. Какая? Ко мне внезапно приехала моя любимая тетя. Она очень больная женщина, и у нее бронхиальная астма. Врачи прописали ей смену климата. Вот. А у меня в номере там жена, дочь, то есть сын. Извините, можно у вас номер снять на сутки? А что, доктора прописали смену климата только на сутки? Да. Нет, нет, нет. В смысле, по проездам она. Она там вещи завести, душ принять. А дальше все, что доктор прописал. Ай-бетри, горный воздух, процедура, так сказать. Мама у меня вообще человек неугомонный. Тетя? Ну, она мне как мать. Ну, что ж, понятно. Постараемся вам помочь. Спасибо большое. Арина, подождите, вы меня вообще слышите или нет? Я не хочу вас слышать больше, не хочу. Я вам еще раз повторяю, я пытался вас хвостить. Оставьте свежалки, оправдай мне при себе. Перестаньте меня преследовать. Привет. Привет. Ой, а вы что, все уже, да? Вот еще чуть-чуть и все. А ты что тут делаешь? А я-то, знаешь, я решил экскурсии прикупить. Потому что надо как-то завтрашний день планировать. Сегодняшний-то все уже. Вот. Так что, вы говорите, у вас есть там из экскурсии на завтра? На завтра? Есть. Сафари-парк. Сафари-парк. Вы же представляете, что это же... Простите, а на тетю тоже брать будете? Конечно, буду. На двух тетч и двух дядь с детьми. Слушай, сафари-парк я никогда не был. Ты был когда-нибудь, нет? Нет. Говорят, впечатление просто замечательное. Парк Львов-Тайган в Крыму. Это первый в Украине сафари-парк, где в полусвободных условиях задержится около 50 львов. Парк Львов, Парк Львов в Танцзании, Кении, но это первый такой, единственный в Европе. И где? Здесь, в Крыму. Он находится возле потрясающей горы Белая скала и озера Тайган, в честь которого и назван парк. Здесь собрана масса редких животных, которые прекрасно размножаются в неволе. Для них здесь созданы... Боречка, скажи мне, пожалуйста, почему зоопарк? Почему не музей Щерс или Констхамера, а? Вера, а что мне нужно было делать? Я был на грани провала. ...пумы, леопарды, тигры и более 30 львов. 30? Даже больше. Ой, а где же вы их всех понабрали? Пять лет их собирали по зоопаркам России, Украины и даже Европы. Парамонов, я смотрю, тебя это больше всего сейчас волнует. Да нет, Вирусик, ну это не так. Ну 30, ну это же нереально. Нереально другое. Быть четыре дня на отдыхе, а отдыха так ни разу и не было. Особым достоинством парка являются уникальные белые львы. Белые? Ой! Это мне одному интересно, наверное, да? В парке можно провести весь день и даже переночевать. Кстати, рекомендую воспользоваться услугой «Львенок в номер». Львенок? Скажите, пожалуйста, а что здесь и гостиница имеется? Здесь отличный отель. Скидем на сафари. Справа вы видите вольер с животными, а слева готовится эстафета, в которой может принять участие любая семья. Главный приз – это бесплатное посещение дельфинария на всю семью и путешествие на пиратском корабле. Дельфинария? Дельфинария? Класс! Двое взрослых и двое детей. Мама, мама, ну давай, пожалуйста, папа, ну пожалуйста! Горь, вы как? Да на мне живого места нет, ты что? Ну, мам! Ну, мы не можем, у нас папа раненый. О, а вы нашего берите, он пока целый. Ну, честно говоря, после вчерашнего не такой уж и целый. Ой, не прибедняйтесь. Да, дядя Игорь, пожалуйста! Да, па, давай! Ну, дядя Игорь! Семейный эстафета! Первый конкурс нашей эстафеты Литвина! Оставьте внимание! Морг! Все, дядя Игорь! Давай, 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 давай! Скажите, это шоу долго идет вообще по времени? Эстафета? Обычно около часа. Слышишь, Боря, у нас будет ровно час. Посвети ступлю минут пять для видов и приходи. Стартовать можно было гораздо раньше. Да, надеюсь, вы и доходите. Я в гостинице. Гори, да, Игорь, дети! Слышите, да, не верю! Игорь, вы что, молоко шиели? Как вы сели, так и поехал. То есть я виноват? Нет, конечно, я. И наш второй конкурс «Веселые боги!» «Кони!» «Кони!» «Макана, вы!» «Что, я болею?» «Это заметно». «Здравствуйте, мне нужен самый лучший номер». «К сожалению, все номера заняты. Но если вы закажете услуги...» «Я заказываю все услуги, но мне нужен номер и быстро». «Давай, давай, давай, давай!» «Давай, давай!» «Простите, любезнешний...» Носухи, да? Носухи. Сфотографироваться 20 гривен. О, я вижу, пошел деловой разговор. Скажите, а с кем можно переговорить по поводу приобретения? Приобретения? Ну, это с менеджером по носухам. А где же его найти? В принципе, он перед вами. Прижимайтесь лучше. Я после вчерашнего вообще боюсь вас трогать. Да, да, прижимайте, я говорю. Трус. Вот так хорошо. Послушайте, это шикарные носухи. Таких носух в Москве по пальцам пересчитать. Да это я вам говорю. Что? Еноты? Сейчас я узнаю. Любезнейший, простите, пожалуйста, а с кем можно переговорить насчет енотов? Это только с менеджером по еноту. А где он? Он перед вами. Сколько? Двести. По рукам. Пятьсот. Договорились. Спасибо большое. Было очень приятно иметь с вами дело. Всего доброго. Лемурами интересуетесь? У вас что? Лемуры есть? С кем? Он перед вами. Ну что, а? Мы, скажем, между прочим, выиграли. Но мы вот со свиньей проиграли. Побезала команда «Левята!» Мы ели! Побезала команда «Левята!» Побезала команда «Левята!» Это что такое? Это Бонник. Бонифаций. Да быстро! Уводите этого кошака отсюда! Вы же сами заказывали. Да ничего не заказывал! Вы с ума сошли! Ну, Боря! У вас нет лемуров? Да вы что, это же сейчас самое вообще модное животное, Марго! Это замечательно! Китч, пик сезона! Да это я вам говорю! Послушайте, я звоню из Кенни здесь безумно. Дорогой Роман, кого? Ленка? Годовалые «Левята» по десятке, полугодки по пятерке, новорожденных отдадим по трешке. Скажите, а можно как-то договориться на нулевом цикле? Можно. Встречаем победителя нашей победы! Сын Юма Каравы! Какая красивая семья! Сын Юма Каравы, вы Парамонов! Парамонов, извините, папа Парамонов! Вручайте призы себе Парамоновым! Бесплатный билет в директора и на пиратском корабле! Зашибись! Спасибо! Спасибо! Виручек! Представляешь, наши победили! Не понял. Поздравляю! Теперь понял. Баба, вот это нет! Эй, нет, ты хочешь, меня паралич разбил? А может, ты вчерашний стафет, и еле встала утром! Бабочек! Может, дядя Игорь хочет? Да, дядя Игорь! То есть вы хотите, чтобы паралич разбил меня? Спасибо вам большое. Пап, ну ты должен заниматься спортом. Я регулярно занимаюсь спортом. Сан, смейся, смеши меня. Правда, теть Карин? Да, это не серьезно. Не надо конючей. Слушай, ты меня русский язык, ты понимаешь, Саша, все. Папулечка. Эй, так вы куда? Мы на этих моих будем кататься или нет? Мадам, позвольте предложить вам масло пихты. Его свойства совершенно замечательно позволяют забыть любые обиды. Борис, а ты зоолог или биолог? Я в первую очередь бизнесменом. Беру эти носухи по 700 баксов, но я не мог не загореться. Вот с вами носухами за 700 баксов и развлекайся. Вера, Вера, Вера. Друзья мои, сударыни, товарищи, ну что ж вы такие грустные? Господи, я умоляю вас, немножко веселее. Это же 18-й век. Взятия Бастилии обезглавили монарха, русско-турецкая война, четвертовали Емельяна Пугачева. Такие веселые времена, а вы такие кислые. Умоляю вас, улыбаемся. Внимание! Опа-на! Молодцы! Пошли. Слушай, а давайте трогать сводкаемся. Я эту дурочку шляпу не одену. Так не обязательно в шляпе, там есть куча других костюм. Прекрати дух. Послушайте, вы уверены, что идея хорошая? Это же переодеваться надо. Обещаю не взваливать на твои хрупкие нетренированные плечи тяжелые доспехи. Свет, что ж такое происходит сегодня-то? А, вот вы где? Я вас потеряла. Чего стоим? Да вот, предложение поступило сфотографироваться. Какое сфотографироваться? В этом барахле на такой жарюке. Поехали лучше в аквапарк. А мне кажется, замечательное предложение. Будешь что-то вспомнить? Если вспомнить, больше будет нечего. Пойдем, дорогая. Давай, аквапарк в следующий раз? Боря, идешь? Да. Не, ну если только в костюме мушкитера там. Просто всю жизнь мечтал. Здрасте. Спасибо. Потрясающе, друзья мои. Боже мой, да от вас просто повела эпоха. ВДНХ, Савиахим, Волга-Волга. Давайте немного сменим композицию, товарищ адмирал. По центру становимся. Адмирал, да, по тебе правда идет военная форма. Ой, Свет, военная форма идет к каждому мужчине, да, Карин? Ой, даже не знаю, Борис Михайлович, на вас прекрасная сидит форма зоотехника. Такое ощущение, что переоделись в свое рабочее. Послушайте, а вы, в случае, мне военные, а форма как родная. Да, вам и правда идет. Ну, просто мой дед был комдит. Они, кстати, с бабушкой в Крыму познакомились. А мои родители в Севастополе? А я, потому что ты на практике девственность потерял. Что потерял? Ничего, Саша, это я так разговор подержать. Давайте все дружно скажем. Лик без... Кукуруза! 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 Погода для настроения нет. В номере бардак, невозможно ничего найти. Калина, ну ты прибралась бы хоть, что ли? Пф, Парамонов, ты успокоился бы, что ли? Я тебе что, уборщица? Позвони на рецепшн. Да при чем здесь рецепшн? Ну, пожалуйста. И вообще, что ты рассказываешь здесь в трусах? Это ты Вере будешь показывать, это рабочая христианская нюк. Слушай, ну я поэтому и расскажу, что я их нигде не могу найти. Да не, вырубай приставку, идем на пляж. Давай, давай, вставай, собирайся. Ну, где они могут быть, я не понимаю. Ой, Борюсь, я не слежу за миграцией твоих толстей. Все утро еще, ну где они? Ну, не могли же они испариться. А давай я тебе дам Сашкины плавки, а денешь будут как стринги. Вере понравится. Вот это сейчас не смешно было. Что, не смешно? Нет. Это смеши, они смешные и жуткие, ты двойка нет. Ну что ты, ух ты, язвой какой стала, Калинина. Не за такую ладу, Калинину, я в восьмом классе-то дрался. Дрался, дрался, да, дрался. Это когда тебя Левкин догнал и возил маму и Полину. Да, кто возил меня, Полину? Какой Левкин? Ты была там? Все, все, достал меня. Все, Парамонов, Саша, ну сколько можно говорить, Санек? Саш, ты нормальный человек вообще? Я целый час по номеру хожу, ищу свои плавки, на них сидишь и молчишь. А ты что орешь на моего ребенка? Что, кто орет на него? Я просто, можно же сказать словами, дядя Боря, вот ваши плавки. Так он же целый день сидит в эту приставку идиотскую, тык-мык, тык-мык, рубится. А ну не ори на моего ребенка, а ты ему кто? А ты-то что, разнервничался? Я не понимаю, что у нас глазки забегали, ручки затрясли, что такого? Я просто сказал и сделал ему замечание. Плавки лежат, он молчит. Ты достал за своими плавками. Каленина, стой, ну-ка, стой, я сказал, не вздумай ты. Я все понял. Че? Я понял, в чем дело. В чем, в чем, в чем? У тебя когда последний раз секс был? А у тебя? Чемничка, а? Твое? Нет, конечно. А это, вы знаете, мне вообще вчера носки в тарелку прилетели. Это не отель, а общага какая-то. Вот, вот, абсолютно правильно, абсолютно. О, Кариночка, привет, дорогая. А вы что, у бассейна, а мы решили на пляж? Да? Ну, хорошего вам отдыха. Спасибо. Папуль, может, мы тоже в бассейне поплаваем? Я, в принципе, не против. Что значит не против, Игорь? Что значит не против? Мы же договорились. Какой смысл приезжать на море и торчать у бассейна? В этой хлорке киснуть? А какой смысл киснуть среди бодрости и бедус? Пап, выбирай. Девочки, я сказал, мне все равно, лишь бы вы не ссорились. Тогда разделимся. Вера идет на пляж, а я стою здесь. Да, Верочка? Прекрасное предложение, милая. Вера, ну это что, было так принципиально? Да, это было именно принципиально. Ты что, не видишь, как твоя дочь манипулирует людьми? Я не хочу торчать у бассейна. И завтра в дельфинарии я ехать тоже не хочу. Ты не хочешь в дельфинарии? Я хочу на пляж. Здравствуйте. До свидания. Спасибо. Ой, а я вас на пляже ищу, а вы решили тут, да? Не, ну правильно, что там делать на этом море? А Вера Павловна на массаж пошла? На море. На море. Мы разделиться решили. Свет, вещи не разгласили. Ну, это правильно, в принципе. Демократия в семье, это вообще очень похвально. А, детвора, слушайте, а может, по мороженому, а? Саша, Свет. Спасибо, как-то не хочется. И я не хочу. Свободен. Не хочу. Карин, ну пломиться два сладенького. Нет, нет. Я же по глазам вижу, что ты хочешь. Ты забыл, дорогой, что я не люблю сладкого. Сладкого не любишь, да? Не хочу. Очень странно. Такая жара, кошмар. Так ты снимай штаны, давай. Да, окунись. Вот. Вот это же язва, такая ты язва, понимаешь? Язва самая натуральная. У тебя язва? У меня? Нет, у меня, ты знаешь, эрозия была. А сейчас все нормально. Ничего страшного. Так ты сходи, поешь что-нибудь. Я не хочу. А, да, да, нужно же сходить, поесть же. Надо со здоровьем вообще шутки плохие. Надо что-нибудь диетическое, чебурек там что-нибудь. Так может. Нет, от фруктов у меня. Все, пошел. Солнце мое. Иди уже. Ой, что я без тебя делал, да? Все. Сейчас, я скоро. Вот так? Извините. Солнце мое. Нет, спасибо вам, конечно, но вообще-то я хотела позагорать. Простите, я... Нет, я просто подумал, такое солнце, у вас кожа такая белая. Интересно, это давно вы стали обращать внимание на мою кожу? Мужчина, куда вы мой зонтик утащили? На минуту отойти нельзя. Тоже мне отель. Пять звезд. Говорили люди, поезжай в Анталию. Простите? Олешка, а ну надень бананку. Люточка, ну не начинай, а? Что ты меня позоришь? Не за люди кругом. Начинаю. Три тысячи лет я был заточен в этом сосуде. Но ты освободила меня, моя госпожа. За это я исполню три твоих любых желания. Или одно желание трижды. Отвали. Осталось два желания. Думай хорошо, моя госпожа. Это ты, Хатабрич, в следующий раз думай головой, а не своей тюбетейкой. Иначе останешься в одиночестве еще тысячу лет. Вер, ну ты что? Вер, ну подожди. Хочешь что-то съел? На сосуде узнаешь себе куда? Куда? Боря, придумай что-нибудь пооригинальнее. Вер, ну подожди. Отвали. Верусь. Вер, подожди. Вер! А деньги? Ты здравь! Водичка просто прелесть. Я тут себя на мысли поймал. Представляете, последний раз был в Крыму, когда он еще не считался заграничным курортом. Представляете? Это ж когда это было? Ну да, восьмой класс. Это июль восемьдесят девятый год в Артеке. Ну этот, 25 лет назад. Это юбилей получается. Двадцать пять лет. Ну в смысле... Сань, надень на рукавники, сходи поплавай. Я не хочу, мам. Ну шляпу тогда надень. Я не хочу я, мам. Вот характер, а. Александр, вы так и будете томиться на санцеперке? Или, может, все-таки окунетесь? Да как-то не хочется. Сань, не палься. Будь мужиком. Скажи всего лишь четыре слова. Я не умею плавать. Вот заколебала ты, я умею плавать. Не желаете коктейль? Да что вы. Вы читали, что пишут, что вредил алкоголь? Я даже бросила. Читать. Вы что, вы... Вы любите Довлатова? А вы знаете, что это Довлатов? Нет, ну правда. Многие думают, что это анекдот из интернета. Ну тогда прыгни. Прыгну. Ну и прыгни. Да прыгну я, понимаешь? Прыгну. Подождите, подождите. Ну? Быть может, вы еще и Солженицыным увлекаетесь? Саша? Ну я бы не стал так фамильярно. Это все-таки Нобелевский лауреат. Саша! Гортик у его. Ты как, воды нахлебался? Мам, да все нормально. Ну что нормально? У меня чуть сердце не выпрыгнуло. У него все нормально. Марш, шезлонгу и бассейн, ну не ногой больше. Да пожалуйста! Не поспокойней мне там. Что, трудно с пацаном, да? Да одно и конечно трудно. Это я образно. Просто Борису ему далеко до идеального отца. Он и сам как ребенок. Скажите, пожалуйста. Да. А в СПА бассейн работает? Да, конечно. Причем круглосуточно. Только зачем вам бассейн, когда на море отличная погода? А море грязное. Дрянь всякая липнет. Нормально плавать не дает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ам... Цветы? Где можно сказать? Букетом. Видишь, как садится? Рукавник. 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 Молодец. Молодец, хорошо. А теперь вдох, выдох. Может все-таки наденем на рукавники, а? Карина, доверьтесь мне? Да, мам, доверься дяди, Игорь. Так, что за разговорчики? Не забываем про дыхание. Дыхание в этом деле самое главное. Запомнил? Угу. Давай. Дух. 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 Додумался, да? В воду сигануть. Это я додумалась. Ну, в смысле, это я Сашку спровоцировала. Да ладно, Светульна. Это просто мальчишки. Они сначала делают, а потом думают. Причем, что характерно в любом возрасте. Так. Надеюсь, вы не над нами смеетесь? Над вами. Над вами. Ну, ничего, ничего. Смейтесь. Мы вам еще покажем. И кролим, и бросим. А ну, Санек, давай, покажи маме, что умеешь. Давай. Вдох. Выдох. Мам, мам, смотри. Давай, давай, давай. Ничего. Ничего. Все нормально. В этом деле главное не сдаваться. Две недели и сможем хоть на соревнованиях. А вот этот вот хихикающий фан-клуб будет у нас еще автограф убрать. Да, чемпион? Да. Опа. Боже мой, как романтично. Прям как сцена из кино. Я еще не на такое способен. Он заинтриговал. Ну, конечно, если этот букет мне, я бы хотела получить его в целом виде, а не по частям. Секунда, и он будет у твоих ног. Ха-ха-ха. А я ищу вас везде, что же. Где вы ходите? Какие красивые цветы. А это кому? 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 Она спрашивает еще такие вопросы. Создаешь, конечно же. Клубчик. Поздравляю тебя. Спасибо. Не нужно. Приятно. Приятно. А что за повод? Ну, если не секрет. Игорь, мне, чтобы подарить своей любимой женщине, цветы под... Не, ну, шар, запомни это. А куда вы собирались, подошли? А мы в номер переодеться на ужин. А, ну, что же мы не стоим тогда переодеваться и на ужин уже? Надо же скорее же, да? Угу. Мужчина, зоопарк был вчера, а сегодня дельфинарий. Ясно вам? Мужчина, а вы куда столько пива набрали? Там будет дельфина, а не вобла. Дорогие мои дельфинарий. Доброе утро. Доброе утро. Чемпион, привет. Привет. А я смотрю, вы сегодня тоже неполным составом, да? Да. Папа на рыбалку уехал. Ясно. Да, предпочел умным лекарствующим глупую доверчивую кефаль. А Вера на грязевые ванны записалась? Понятно. И как будто не хватает действительно среды обитания. Светлана, вам не кажется, это была слишком злая ирония? Простите, папа, сама не знаю, в кого я такая. Молчу, молчу. Девушка, ну я вам второй раз повторяю, перенесите грязи на после обеда. Ага. Пожалуйста, посмотрите, но никого уже забыли. Доставка в номер, шампанское, фрукты и разбитое сердце. А остальные органы в порядке? Более чем. Ну, проходите. О, благодарю вас. Означает ли это, что моя белая госпожа меня простила? Болочка, милый, ну, подожди, наши еще не уехали. Мне какая разница, уехали они или нет? Подожди, Борис, Борис! Борис! Стой пока шампанское, я пойду посмотрю. Ну, может, ты с нами в саду. Слушай, моя белая госпожа. Ой, ничего, я салон. Спасибо, это ваша. Моя? А, нет, это моя. Идемте. Прошу. Позвольте. Спасибо. Аккуратно. Интересное кино. Да. Фирма Альбатрос. Просим подтвердить экскурсию на завтра на четверых человек. Вы ошибаетесь на шестерых. Извините, но тут двое взрослых и двое детей. А вы что, не в курсе? Теперь в курсе. Моя богиня. Поднимаю этот бокальчик кисленького за тебя сладенькую. Да. Таким и темпами глядишь и без всего останешься. Верунчик, золотые слова. Я жду не дождусь, когда ты останешься без всего. Конфета моя. Верунчик, ты читаешь мои мысли. Законки спины или ладно. Верунчик, я хочу потереть тебе спинку. Сама так сама. Сама, сама. Верунчик, только я недолго прошу тебя, а то я сойду с ума. Приехали на этот полуостров любви. А тут ни любви тебе, ни полулюбви, ни четвертушечки. Верунчик, тебе-то кому рассказать? Никто не поверит. Борюсик, не надо никому ничего рассказывать. Натушечка моя, а зачем ты так оделась? Я знаю, ты очень строгая учительница, я очень нерадивый ученик, да? Нет, нет, ты продюсер, а я очень, очень хочу попасть. Борис, а ты вообще можешь думать о чем-нибудь другом? Ну, сейчас нет, а надо? Иногда надо, Боря, иногда надо. Куда ты, Верочка? Натушечка моя, куда ты? Вер, ну что я опять сказал не так? Я возьму все свои слова назад, Вер, ну скажи хоть что-нибудь. Ширинку застегни. В дельфинаре, пожалуйста. Кутова? Зачем в дельфинаре, Верунь? А? Зачем в дельфинам-то? Зачем в дельфинаре, Верунь? Ну что, долго еще? Ну еще минут 20. Ой, ну 20 минут назад говорили то же самое? Ну а я что могу сделать? Радиатор закипел. Вер, Веруньчик, ну я молю тебя. Ну давай вернемся, ну зачем ты вообще туда едешь? Боря, у этого радиатор закипел, мне кажется у меня сейчас мозги закипят. Я тебе сотый раз повторяю, мне надо там быть, понятно? Это тебе там надо быть, а я там как появлюсь, я вообще на рыбалку уехал. Что им скажу? Ты раньше придумывал что-то, а сейчас он не может, да? Не могу я... Боря, что ты там говорил о этой ладе с мужиками? Да что ж ты прицепилась к этой ладе, да ну ничего особенного. Ну два раза была замужем и оба, оба неудачные. Первый алкоголик, второй бабник, все как у всех, все. Значит, третий был бы не лишним, да? Третий? А что, он хороший вариант, нет? Ну, а ты, ну нет, таксистов. Боря, ты идиот или как? Ты вообще о чем другом думать можешь, у меня мужа уводят. Да кто, кто у тебя мужа уводит? Ну долго еще? Ладно, мы же сами с ней договорились, что она возьмет Игоря на себя. Да все, мы едем или нет? Я не понимаю. А мы идем вперед в дом. Да, да, я хочу... А я билеты в дом сказок купил. В дом сказок? Значит, мы идем и туда, и туда. Мы идем в дом... Ой! Извините, пожалуйста, это я... Прекрасно смотритесь. Фу, привет, а вы откуда? А вы нас не ждали, да? Нет, ну ты же сказала, ты пошла на грязи. А грязи закончили, сказали в понедельник завезу. А я, это самое главное, к отелю, значит, иду, смотрю, Вера Павловна, выходит, думаю, ой, Вера Павловна, а вы куда, к нашим, случайно, да? Она говорит, к нашим, ой, я говорю, а и да, вместе, ну вот мы, собственно, и приехали. Так ты же на рыбалке, Фа. Ну на рыбалке рыбы нету, я стою, что мне там делать? Я к вам, так сказать, у вас-то рыба есть, вон. Ну а вы как? Без тебя, Вера, было очень хорошо, а вдруг будет теперь? Это уже вопрос. Да, это очень большой вопрос. Игорь, по-моему, это уже перебор в юморе, тебе не кажется? Свет, кому-то надо извиниться. Это была всего лишь шутка. Шутка. Видишь, заживу дельфинов есть чувство юмора. Свет, кому-то надо извиниться уже дважды. Думаю, что это, думаю, не стоит. И я думаю, что не стоит. Я не буду извиняться. Света, прекрати паясничать. А зачем она приехала? Зачем она приехала? Зачем она приехала? Сдел бы там все твои грязи. Света, хватит, я сказал, прекрати. Прекрати извинись сейчас же. Я не буду извиняться. Я сказал извинись. А я не буду извиняться. Ах так? Все, развлечение закончено, мы едем в отель. Я никуда не поеду. Это мне решать, куда ты поедешь, а куда нет. Ну и решай! Сань, подержи. Ну конечно. Ну все, я в дом верну. Свет! Светуль! Ну хорошая моя, ну чего ты плачешь? Почему? Почему он на меня кричит? Что я такого сделала? Ну он кричит просто потому, что очень сильно тебя любит. Ты ему совсем не безразлична. Понимаешь? Вот я на Сашу. Ты знаешь, как я иногда на Саню кричу? Ого! А на нее он никогда не кричит. Ну хорошая моя, ну не платье. Ну родная, ну я тебя понимаю как никто другой. У меня же тоже родители развелись. И папа женился на тете Ире. Я ревновала ужасно. Мне казалось, он ее любит больше, чем меня. Это так обидно. Обидно. И что ж ты делала? Что? Бунтовала. Как и ты. Два раза из дома сбегала. А потом как-то пришла и увидела, как папа плачет. И я поняла, что дело больно ему, понимаешь? Ведь это плохо. Плохо. Представляешь, как ему нелегко. Он между вами разрывается. Ну ты представляешь? Ты хочешь одного. Вера все время хочет другого. А что ему делать? Ну надо ведь немножко уважать его выбор. Даже если он тебе и мне очень нравится. Даже если по тестам Вера ему не подходит. Ну что тесты? Тесты ошибаются, малыш. А я не говорю уж о людях. Мне поначалу, вон, папа твой, жуть как не понравился. Просто ужас. Да ладно, он же классный. Конечно классный. И добрый, и милый, и заботливый. И я тебе больше скажу. Нет, больше я тебе, конечно, не скажу. Втерились, да? Светлана Игоревна, вы, вы что, вы, вы не меняйте тему для разговора. В общем... В общем, придет время, и Вера мне понравится. Точно? А пока нужно немножко поменьше реагировать. Я попробую. Пошли. Так вы втерились или нет? Ну ты посмотри на нее, а? Я обещаю, что я принеслежу. Честно, не знаю. Я вам так не знаю. Мамочка. Я не понимаю, но объясни мне, ну что происходит? Все. Я просто уже устала объяснять. Оставь меня сегодня в покое, и все, спасибо. Что значит оставь в покое? В каком смысле? Командир, тут не хватает. Мозгов у тебя не хватает. Мы тебя сколько возле дельфинария ждали? Час. Все, до свидания. Верунчик, Вера. Добрый вечер. Добрый вечер. Вера Павловна, подождите, пожалуйста. Даже не думайте. Сейчас сорветесь, а потом что, начинаете сначала? Нет, нет, что вы. Я просто хотел вспомнить запах табака, не более того. Я так и поняла. Ну-ну. Да, Карина. А? Я вас хотел поблагодарить за свету. А, да что? Какая благодарность? Ну вы как? Помирились? Ну, почти. Эх, вы. А, я, я педагог не то, чтобы плохой, но до Макаренко мне далеко. И вам спасибо. Мне? Ну, за то, что Сашку плавать научили. Что вы, это пустяки. Я надеюсь, Борис... Нет, 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 вон. В смысле, он, конечно, делает все, что может и старается, но... Ему до Макаренко не то, что далеко, там... Там пропасть. Ирунчик, ну я, ну я не понимаю, ну я правда не понимаю, что значит нам нужно временно прекратить наши отношения. Боря, то и значит. Ну, как их можно прекратить, когда они вообще здесь у нас не начинались? Родной, я прекрасно понимаю, как тебе тяжело. Да не то слово. Так, Боря, так, сделаем вид, что этой поездки как бы не было. Хорошо? Вернемся к этому разговору в Москве. Пока-пока. Как? Зачем нам тянуть до Москвы, когда мы можем поговорить об этом сейчас? Боря! Да? У тебя только одно на уме. А у меня, между прочим, семья рушится. Ирунчик, ну при чем здесь семья? Да, блин! Что ты хочешь? Поговорить. Ну, да. Вы сказали что-то? Я? Нет. Нет? Послышалось. Я думал, вы... А? Я? Да. Нет, я ничего. Я... Хотите кофе? Кофе? Кофе. Можно. Только как? Доверьтесь мне. Боря! Неужели ты не видишь? Они постоянно вместе. На этом дайвинге вместе. На эстафетах вместе. А эти комплименты на набережной. Они даже сегодня из дельфинария вместе уехали. Подожди, Верусь. Они же уехали с детьми. Да почему без меня, Боря? Потому что мы же сами этого хотели. Но, Верусик, ну все же идет по плану. А мы ни разу этим не воспользовались. Между прочим, по дороге сюда был чудный мотель. Мы в обоих... О, господи, да когда ты оставишь меня в покое уже, а? В каком смысле? Да в прямом. Борис Михайлович, наша фирма больше не нуждается в ваших услугах. Так понятно? Замечательно. Это что ж получается? Я вам, оказывается, услуги оказывал, да? Нет. Я млела от чистой и большой любви к вам. Что, не млела, да? Боря, ты в своем уме? Ты думал, я променяю Игоря на тебя и твоих на сумках? Ты слишком ошибался, Боря. Вот так вот, да? Да, вот так, вот так. Все, давай, гуляй. Да сама ты гуляй. И покрошу тебя найдем. Мне вон только свистнуть. Свист только не сломать. Интересно. А, да, я, кажется, поняла. Вы позаботитесь о моем здоровье, да? Угу. Сначала о моей белой коже, теперь вот о сердце, видимо, да? Решили, что кофе на ночь мне вредно. Мам, тебе тут кофе принесли. Мам, можно я пойду со сметой пугаю? Только недолго. Ваше здоровье? По-турецки? Да, можно погадать на кофейной гуще. Игорь, куда же делся ваш вечный скептицизм, а? Нет. О, у меня возникло такое ощущение, что меня ждут какие-то перемены. Вы действительно хотите узнать ваше будущее? Я же, ух. Конечно, только если в нем будет все хорошо. Ну, это же не от меня зависит, а от... Ну, ладно, почему бы нет? Допивайте кофе, выливайте в блюдце. Ну, какие ассоциации? Ну, смотрите, смотрите. Красивая женщина. Игорюша, сладкий, ты где? Я пришла. Игорь! А вот и ответ. Калинина! Да, пожалуй, вы правы. Калинина! До завтра. До завтра. О, а куда это ты собрался? Не ты, а мы. Ох, простите, великодушина, куда это вы собрались? Слушай, Калинина, ты давай не умничай. Собирайся, все, опуск закончен. Благодаря тебе, между прочим. Извините, а чем это я провинилась, а? Ты не понимаешь, да? Не понимаю. Не понимаешь? Не понимаю. Чего ты пристала к этому Игорю? Я пристал? Нет, я пристал. Извините, хороший вопрос. Может быть, потому что ты меня просил об этом? Подыграй мне, побудь с ним, отвлеки его. Ну, просил, но ты перестаралась, мать-то, переиграла. Ах, ну извините, актриса из меня, может быть, правда не очень. Зато ты гениально сыграл любовника. Прямо Брэд Питт отдыхает. Игорюша. М? Игорюша. Да. Я соскучилась. Вер, я занят. Я очень соскучилась. О, прости. Да, слушай. Нет, это я не понимаю. Вы что, вообще без меня решили? Ты меня слышишь или нет? Виня, я что, неясно сказал, мы уезжаем. Пока. А мы остаёмся. Так я не понял, что значит мы остаёмся? А что, номер оплачен Сашке, здесь очень нравится. А ты? Если поссорился со своим имзелью, то вперёд. Счастливого пути. Хорошо, оставайтесь. Счастливо. Мама, куда это дёть Борь? Уехал. А теперь приехал. А ты что, забыл что-то? Нет, а почему, собственно, я должен уезжать? Пусть она валит отсюда. Это, в конце концов, у меня отпуск. Дел у меня дома никаких. Дома меня никто не ждёт. Я покажу, позагораю, покупаюсь, погуляю. Достопримечательности посмотрю, в конце концов. Да, нет, другое. Сань, давай, иди спать. Борюсь. Всё нормально, всё. Ну, Борюсь. Всё. Борюсь. Всё нормально. Ну, парамош. Парам... Тихо, 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 тихо. Мне хватит, ничего. Так мы таких тебе, знаешь, сколько найдём? Да, найдёмся. Ты же, ты добрый, ты... Ты, 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 ты симпатичный. Ты даже красивый, правда? Я... Я же... Он что, пошли? Азан... Азан... Она... Не сам. Я же, ты... Он весёлый, но он такой заботливый. Парамонов, руки убери. Прости. Накати вас туда. Алё. Я слушаю. Тебя. Алё. Присаживайся подробно. Выпьешь? Ты не бойся, Анна, я отравлю. Ну как? Вино как вино? Угу. Вот это вино как вино называется Мутон Ротшильд и стоит большущих денег. До такого вина подруга нужно дорасти. Вот, к примеру, как я. Продать квартиру в Смоленске. На эти деньги сделать себе полный тюнинг, каждый день посещать фитнес-клуб, спа, научиться пить в караоке, правильно ставить ударение, посетить сто вечеринок или на сто первую наконец-то встретить его. Не того, который будет кидать понты, и максимум, что иметь, это палатку шауромы в метро, а настоящего мецената, претендента на форуме. После того, как ты пройдешь эти девять кругов дерьма, ты достоинством можешь претендовать на то, что он угостит тебе таким вину. Причем любить его не обязательно. Достаточно просто ценить. А я смотрю, ты решила взять все и сразу, да? Нет, ну, чисто по-женски я тебя, конечно, понимаю. Ну, что сказать, одинокая женщина с ребенком на шее. И, конечно же, тебе иногда хочется немного прикупить. Но мой тебе совет, подруга, начни с напитков попроще. К примеру, советское полусладкое. Ага. Боюсь показаться глупой, но эту аллегорию попрошу объяснить. Потренируйся на Боре. А, то есть Боре это шампанское. О, отлично. Веселящее, игристое. Для тебя в самый раз. При том, что и я это шампанское больше не пью. А что ж так? Поняла, что смешивать напитки, это как опасно? А это уже не твое дело. Да мне все равно можешь хоть взапоить. И только попрошу, уважаемый Семелье, мне советов не давать. Я сама решу, какие напитки мне употреблять. И в каких количествах. А это не совет, это предупреждение. И только имею в виду, я не Минздрав, два раза предупреждать не буду. Поняла? Официант! Шампанского! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так тебя не знал и не любил. Появилась ты средь бела дня, Поселилась в сердце у меня. Будь со мною строгой, Будь со мною нежной, Будь моей тревогой и моей надеждой. Мне с тобою рядом ничего не надо, Ты моя правда, мой ветер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От пожатья наших верных рук, Все вокруг переменилось вдруг. Будь со мною строгой, Будь со мною нежной, Будь со мною нежной, Будь моей тревогой и моей надеждой. Мне с тобою рядом ничего не надо, Ты моя правда вольный ветер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может мы к ключам попробуем? А что вы здесь делаете? В выставку идем играть А к вам за конфетами ходили Мозгом нужно сладкого А што-то там уровня засели Никак ворота судьбы открыть не можем Ты ты что делаешь? Я? quit Как, как, что я здесь делаю, Свет? Ты на часы смотрела? Давно в кровать пора. Пап, какую кровать? Только девять часов. Ну и что? Вы за этой приставкой с самого утра сидите. Пап, ну пожалуйста, нам надо закончить миссию. Света, никаких разговоров. Тем более, тетя Карина себя плохо чувствует, а вы ей мешаете. Нет, дядя Игорь, мы ей не мешаем. Она вообще на пляж пошла воздухом дышать. Так, еще полчаса и в кровать. Спасибо, папочка. Можно даже час. Целый час? Добрый вечер. Добрый вечер. Вы петесь? Спасибо за предложение, но нет, не хочу. Я тоже не хочу. А в бассейн работаете? Для вас, да. Спасибо. А идти куда? Туда. Туда. А я все помню. Вы знаете, у меня же память. Вот. Георгий. Правильно. Андрей. А значит, Георгий, если меня кто-то будет спрашивать, я в бассейне. Договорились. Договорились. Да. 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 Простите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. А вы мужа, мы его не видели, а то он куда-то пропастился. По-моему, ваш муж пошел в спа. В спа. Извините. Ничего страшного. Хотел узнать, как вы себя чувствуете, но вижу, нужно искать новый повод для разговора. Это точно. И от вещей отойдите, пожалуйста, подальше. Простите, пожалуйста, я ошибся. Ну, конечно, ошиблись. Хотели взять сумочку, а схватили полотенце. Да, это известный похититель полотенец. Пол Турции обнес. А-а-а, понятно. Простите. Счастливенько. Добрый вечер. Добрый. Решил поплавать, Игорюш? Надеюсь, ты не откажешься от компании прекрасной нимфы, а? А у прекрасной нимфы справка имеется о том, что ей можно отпущать в бассейн? Ты откуда тут взялся, придурок? Отвернись. О, Господи. Сама невинность. Вся милость захлебнись. Идиот. Вот, вот теперь отпустила. Отпустила. Да нет, это не может быть. Да почему не может? Вы, правда, вы в 14 лет писали стихи? В 13. Я не могу в это поверить. Ну почему я не понимаю? Я вас прошу, прочитайте что-нибудь. Нет. Игорь, ну почему нет? Ну почему нет, Игорь? Ну пожалуйста. Вы будете смеяться. Нет, все, я обещаю, я не буду смеяться. Нет. Не буду? Ну, нет. Я вас очень прошу, ну пожалуйста, пожалуйста. Ну хотя бы одно, ну я же умру отлипопытства. Ну, хорошо. Угу. Но вы обещали. Все, да, все. Все. Лист резной, оранжевый, с дерева упал. На листы опавшей каждый наступал. Только мальчик маленький, мальчик с ноготок, взял с земли, поднял его и сказал, цветок. Я же говорил. Простите, пожалуйста. Да я не... Это просто очень трогательно. Извините. Цветок. А чему вы улыбаетесь? Я? Вы? Я вспомнил нашу поездку на Ласточкиное гнездо. Тайган, дайвинг. Вы лучше вспомните наше первое знакомство. Скажите, а вас действительно зовут Карина? Нет, нет. Мне просто кажется, что это имя вам не подходит. Оно красивое, но не ваше. А какое же имя по-вашему мне подходит? Я не знаю. Мне кажется, я вообще о вас ничего не знаю. Игорь, я... Расскажите мне об астрологии. Что? А вы же ее терпеть не можете. Я хочу разобраться. Может, я был неправ. А... Хорошо. Хорошо. Вот это? Это луна. А вот это большая? Да. Слушайте, буду знать. А вон там вот видите? Это большая медведица. Большая медведица? Да, большая. Вот такая. Но я вижу только ковш. Ну, это одно и то же. Ну, как будто вы не знали. Да что вы говорите. А вот эта вот яркая звезда? Полярная. Полярная? А полярная чему? Ну, прекрати. Те. Я... Простите. Нет, это вы меня простите. Это... Это просто ошибка. И... Простите меня. Прошу внимания, наша экскурсия начнется через несколько минут. И поплывем мы на нее вот на этом чудесном пиратском корабле. Мы посетим такие знаковые места Крыма, как Шаляпинский грот, Новый Свет, гора Кородак. Затем наша экскурсия продолжится по суше. Мы посетим творение 19 века Воронцовский дворец. И затем мы с вами воочию сможем сравнить его с поистине шедевром 20 века санаторием Украина. Дорогие мои, большая просьба не отставать от группы. Особенно если мы поплывем на корабле, да? Шутка. Я оценила. Дорогие мои, у вас есть 15 минут. Пожалуйста, наслаждайтесь видом. Жду вас у причала. Майя, она моя. Да, дорогие мои. Ну-ка аккуратнее, Сань. Ладно. Кариночка, дорогая, все забываю спросить, а как ты себя чувствуешь после вчерашнего падения? Нормально. Ну, слава богу, а то я так переживала. Ты извини, я же не специально просто так получилось. Но ты не сердишься. Нет? Я рада. А, кстати, сфотографируй у нас, пожалуйста. Игорь, дай фотоаппарат. Всю семью. Давайте семейное фото на фоне моря. Вера, давай не сейчас. Нет настроения. Ты обещал мамочке отправлять фотографии, где мы втрою. Ну, горюшь. Карин, там просто на кнопочку нажать. Ничего сложного, даже ты справишься. Карин, просто в технике не бум-бум. Давайте я вас запечатлею. Я бум-бум. Так, давайте-ка, друзья, вспомним что-нибудь хорошее и улыбнемся, да? Вера Павловна, ну неужели обо мне вспоминается ничего хорошего? Ведь было же хорошее. Было. Внимание, снимаю. Так, что такое? Ой, вот хороший снимок, но вот у Веры Павловны почему-то образовался двойной подбородок и косоглазие небольшое, да? Сейчас, сейчас, секундочку. Давайте, Вера Павловна, для свекрови еще раз. Есть. Я не могу понять, что ж такое? Косоглазие все равно остается. С камерой, наверное, не то, да? Да нет, у вас что с руками. Видно, это семейное. Спасибо, Борис Михайлович. Да не за что. Дорогие мои, не начинается посадка, большая просьба, не спешите, смотри вход. Пожалуйста, бабуль подали сверху, да? Пожалуйста. Сила сексуального влечения выражена в баллах от злобода девяти. А характер, что в циональной привязанности показывается знаками плюс, равно и минус. Итак, сейчас мы узнаем, кто из присутствующих имеет право носить звание идеального партнера в браке. Вопрос номер последний. Сможете ли вы простить измену партнера? Ой, какой хороший вопрос. Главный жизненный. А какие варианты ответа? А, прощу. Б, нет. В, прощу, если первый раз. Светочка, милая, ты не могла бы недоставать нас своими тестами? Тем более, что к реальной жизни они имеют никакого отношения. Ты так говоришь, потому что нет варианта ответа прощу, если купит машину? Света. Нет, папусь, такого варианта тоже нету. Так, пойди послушай, что говорит экскурсовод, а я к тебе позже подойду. Давай, давай. Сань, ты идешь? Да. Ну так пошли. Куда? Только аккуратней, Сань. Да ладно, мама. Не обращайте внимания на Свету. Я ее прекрасно понимаю. Она просто ревнует своего папу. Да. Ну как такого мужчину можно не ревновать, а? Красивый, умный, заботливый, верный. Прекрати, а? И скромный. Ребята, вы знаете, как мы познакомились с Игорюшей? На корабле, боже мой, он так романтично за мной ухаживал. Скорее банально. Ну прекрати. Вы себе даже не представляете, насколько сейчас мужик обмельчал. Расскажет пару-тройку каких-нибудь пошленьких анекдотов и думает, все, женщина у него в постели. Простите, Вера Павловна, а откуда же это у вас такая информация? Не из личного опыта? Подруги рассказывает. А. Борис Михайлович, а я вот немножко не пойму, а чем же вас так зацепило мое замечание? Мне кажется, вы совершенно не похожи на мужчину, который будет порчить себя, по-моему, Челентано, чтобы понравиться симпатичной девушке. Нет, просто как-то это, Вера Павловна, простите, конечно, но как-то вы все под одну гребенку чешете. Обидно за наш пол-то, да, Игорь? Ну согласитесь. Вот сейчас соглашусь. Да, Борис Михайлович, действительно, все мужчины разные, но вы у нас самые замечательные, правда, Кариш? Ой, я про Карину вообще молчу. Она вон сразу двоих мужиков рвала. Ну, я про сына. Ой, ребят, а вы такие молодцы, начали работать-то вторым. Ну, мне Карина по секрету рассказала. Игорюш, а когда мы начнем делать бэйбиков, я уже хочу, а ты? А, Вера Павловна, извините меня, пожалуйста. Как интересно у вас получается. Буквально три дня назад, когда Карина делилась нашими планами, вы говорили, что никогда в жизни не променяете ночные клубы, распродажи подруг ваших, да, там, на подгузники и пеленки. Фигура там, грудь обвиснет, да. Карина, я ничего не путаю, правильно? Борис Михайлович, вы знаете, я насмотрелась на вашу идеальную семью и просто поменяла свое мнение. Вера Павловна, я считаю, о вас нужно писать в газетах, понимаете? Вы же эталонный пример для этих гламурных львиц с силиконом вместо мозга. Борис Михайлович, ну зачем же вы так скромничаете? Мне кажется, как раз ваш персонаж должен быть на всех обложках газет. Да нет, да ну что вы. Извините меня, пожалуйста, бога ради, но только я не понимаю, как же такой идеальный отец семейства может заниматься таким просто ужасным бизнесом, как продажа животных? Нет, если, конечно, читать только заголовки вот этой желтой прессы, то тогда вот так можно думать. А на самом деле ничего страшного в моем бизнесе нет. Борис Михайлович, а что там по поводу вашего судебного дела, по поводу контрабанды носок? Уже прикрыли? Или следствие еще идет? Ма, кажется, мучит! Ну я же говорила, таблетку возьми. Света, тебе как, нормально? Да. Стой! Пад, там дебины, пошли быстрее! Ну, пап, ты же обещал! Извините, ничего страшного. Ты что творишь, придурок, а? Одноклассники своей помочь решила? Боречка, ты очень сильно ошибаешься. Я без мужа в Москве сделаю тебе столько проблем, что ты себе представить не можешь. Родная, ты можешь кого-то напугать, если только не накрасишься. Артон, даже не пытайся. Хам! Нам надо поговорить. Нам надо все забыть. Пожалуйста. Ну вот, дорогие мои, теперь вы очень можете убедиться, как изменилась южнобережная архитектура спустя век. Как вы уже слышали, Воронцовский дворец был там в 1848 году, а в 50-м началось строительство страны Украины, главного приводства по статусу... Игорюша, а что с лицом? Или ты не в восторге от советского неоклассицизма? Что случилось? Все в порядке, голова просто болит. Игорюша, у тебя в последнее время очень часто болит голова. Ты знаешь, мы сейчас приедем в Москву, я тебя запишу к замечательному доктору. Ему даже из Европы приезжают. Запись за полгода. Ну ты не переживай, я договорюсь. Моя подружка и его жена. Мы вместе с ней на йогу ходим, а ты спрашиваешь, какая польза от йоги. Сам видишь теперь какая? Обратите внимание, здание главного корпуса украшено белоснежным инкермановским известняком, что создает потрясающий эффект воздушности здания. По богатству интерьера санаторий не уступал роскошным дворцам, за что к своему несчастью поплатился главный архитектор здания Борис Васильевич Ефимович. За излишнюю роскошь он был сослан в лагеря на 10 лет в 1953 году. Пожалуйста, наслаждаемся, любуемся зданием. Калинин, что с тобой? У тебя такой вид, будто Борис Васильевич Ефимович по дороге в лагеря еще и тебе жизнь испортил. Что случилось-то? Парамонов, занимайся собой, а то вон, убьешь бывшего, а мне с участия припишут. Убьешь, это слишком банально, это вообще не наш метод. Блин, это что Кондратьева? Какая Кондратьева? Боря, с которой ты в седьмом классе целовался, а потом ей пять лет мозг убрился. Кондратьева, бегом, быстро, быстро! Да ну там! Саша, Саша! Ма, кто это? Да это наша с папой одноклассница. Только этого нам не хватало. Не говори. Вот черт принес! Пошли, пошли, пошли! Санаторий Украина был одним из самых привилегированных курортных здравниц Советского Союза. Использовался он в основном для размещения делегаций коммунистических партий и профсоюзов из капиталистических стран. Английский писатель Джеймс Олдридж так описал санаторий Украина. Белый античный храм на фоне синего моря у подножья Ай-Петри в томной роще кипарисов. Неплохо, но я вообще-то не в восторге. Ой, полностью с собой согласна, Игорюш. Не архитектура, а фигня какая-то. Вообще не понимаю, что мы тут делаем? Я говорил про творчество Джеймса Олдриджа. Архитектура мне как раз нравится. Давай выкручивайся. А вот этот Джеймс, между прочим, Игорь, мне очень даже не нравится. Слушай, Лад, скажи, а ты вообще давно была на встрече выпускников? Недавно, что? Ну так, просто хотел узнать, кто как устроился в жизни, ну, в материальном смысле. Какая-то мелочная душонка по Рамону. Хочешь порадоваться за себя любимого? Да ты дура, что ли? Я хочу понять, сколько еще моих знакомых в Крыму встретим. Ты представляешь, что бы началось, если Кондратьев тебя первый увидел, не ты ее? Влада! Владка! Спокойно, быстро уходим! Подожди! Да подожди, Калинина! Калинина! Дорогие мои, наша экскурсия закончилась. У вас есть еще 15 минут попить водички, поесть мороженого, сфотографироваться на память. Через 15 минут я вас всех жду у причала нашего кораблика. Не опаздывайте. Можете проходить сюда, здесь тоже прекрасный вид на море. Дорогая, послушай, может быть, мы тоже уже как-то на кораблик туда? А то что-то подустался сегодня. Да, Борис Михайлович, видно, выглядите так себе. Какой-то болезненный вид у вас. Да-да, вы знаете, пошел вчера в бассейн искупнуться, а там плавает всякое непонятное. В общем, мы на корабль, и там... Да, все. Ну, я не хочу на корабль, я хочу мороженого. Я даже не хочу! А-а-а, наконец-то! Вот вы где! Я кричу-кричу, и вы меня не слышите! Привет, Калина! Как красиво! Привет! Здравствуйте! Ой, а что это за бижон? Неужели это тот самый Борюска, который все время медных штатишками хотел? Да! Вообще-то я не узнаю! Ну, это имидж, я прошу не путать со старостью! Ну так, вы, наверное, с семьями приехали отдыхать, ребята, прекрасно! Оксана, у тебя очень интересный муж! Вообще-то это не ее муж! А-а-а! Извините! Вот это ее муж! А вот это уже интересно! О-о-о! Подождите! А ты, по-моему, за Трофимова замуж заходила? Ну, так это же... Кто тебе сказал такую ерунду? Да ну, вообще-то я на твоей свадьбе гуляла! СМЕХ Так это было когда? Это когда было-то? 20 лет назад! Я и забыла, у меня из головы вылетел совсем! А как это так? А у тебя же ребенок вроде родился! Какой ребенок? У кого? Какой ребенок? Что ты? Контрольте! Па! Понимаешь, этот ребенок от меня! Вот это у вас Санта-Барбара! СМЕХ И, главное, ничего не сказали! Ну, вы смотрите такие! Вот это ваш сын? Да! Ну, вообще-то это вылитая копия Трофимова! Ну, там... Да, я тоже заметила, что на нас он вообще не похож! Так бывает! Это потом проявляется это... У меня с папой так было! Сыночек, возьми денежку! Угу! Ну, как ты? Ну, я ничего! Я, честно говоря, не ожидала, подруга! Ты прям вот так вот... Слушай, ну ты выглядишь потрясающе! Ты не можешь менять на глазах! Прям с соседом! Вот это круто! СМЕХ 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 Ну, почему же к тебе он приезжал в отпуск? Ну, значит, почему? Вообще-то, у нас отношения были! Извините, конечно! СМЕХ 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 Ах! Так! Значит... Значит, так вы со мной, да? Аж! Значит, он в отпуск к тебе, а? Может быть, вы на моем нерождении? Может быть, вы в моей постели? А ты? Я тебя подругой называла! А ты вообще? Да что ты покушал? Слушай, ты это... У тебя язык всю жизнь помело был! Карин, подожди! Что-то произошло, что-то пропустило? Здрасьте! Здрасьте! А... Карина! Это кто, простите? А? СМЕХ 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 Выкрутились! Ну-ка, Ленина, ты... Ты гений! СМЕХ 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 Не понял! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Лад, ты чего? Да! Да чего? Иди спать! СМЕХ Случилось шучу? Да ничего не случилось! Добрый вечер! 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 Ты что думаешь, я должна сидеть и смотреть, как ты переходишь все рамки приличия? Тихо, 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 ладно, ну успокойся, ну чего ты, ладно. Все, все, тихо. Да, ну опять, ну ладно, ты Сашку разбудишь, ну. Ларь, ну все, успокойся. Я не могу, я не могу, понимаешь, я больше не могу. Я понимаю, я понимаю. Я не могу, я не знаю, как ему в глаза смотреть, я вру, вру, вру. Я постоянно вру, я себя ненавижу. Ну понимаю, понимаю. Что случилось-то? Кому ты не можешь в глаза смотреть? Сашки, что ли? Да при чем тут Сашка? Я не понимаю. Слушай, Калинина, это что, правда это что? Ты втюрилась что ли? Влад? Ну, чего ты молчишь? Как будто ничего не произошло. Произошло только то, что ты вторглась в мое личное пространство. Да? А, по-моему, произошло то, что кто-то начал ухлестывать за моей лучшей подругой. Ты думаешь, я такая дура, ничего не вижу, не замечаю? Значит, на экскурсии вы вместе, на дайвинге вы вместе, даже в этих детских эстафетах вы вместе. Слушай, милый, а ты не запарился придумывать повод, чтобы побыть с ней наедине? А? Что молчишь? Я душу могу принять? Карину не позвать! Ну, все, ну, хватит уже сыра-то разводить. Ну, мы соседей затопим сейчас. Ну, на вот валерьяночки лучше эти накапал. Я не хочу. Не хочу, не хочу. Почему все так, Борь, а? Парамонов, ну, где же ты взялся на мою голову? А, здрасте. Вот, я теперь во всем виноват. Ну, откуда я знал, что так все получится? Ну, это же, это анекдот какой-то, ну, честное слово. Смешно. Он теперь меня никогда не простит. Угу. Никогда не простит. Борь, давай уедем. Давай уедем, прям. Я бы сетей от вас возьмем. Уедем. Вот, видишь как, вот когда я тебе предлагал уехать, ты думал, что он тебя еще простит, да? Кажа, я тоже больше никогда не помню. Ну, никакая ты не дура, ну, хватит. Ну, ладно, ну, я тебя прошу, успокойся. Да найдете в Москве нормального мужика. У меня, тем более, один знакомый олигарх, олигархичный рисовался. Кстати, развелся недавно. Вот, от скухи себе решил носуху завести. Ну, ты же лучше носухи в сто раз. СМЕХАЕТСЯ 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 Дурак! Ну, подожди ты, ну... Ой, да. Интересное кино у нас получается. Нет, я просто поражаюсь. Каким надо быть человеком, чтобы приехать на курорт с женой и ухлестывать за ее лучшей подругой, а? Это что, совести совсем ноль? Нет, я тебя, я ж понимаю, на меня тебе наплевать. Ну, а ты о них подумал? У них же семья, у них ребенок. Ребенок вообще отца обожает. М? Ну, конечно, понимаю, тебе все равно, да? Ну, я хочу, чтобы ты знал. Игорь, я хочу, чтобы ты знал, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Вечи собирай. Мы завтра уедем и никогда больше не вспомним об этом разговоре. Игорь, я хочу, чтобы ты знал, что на чужом несчастье Игорь, я хочу, чтобы ты знал, что на чужом несчастье Игорь, я хочу, чтобы ты знал, что на чужом несчастье Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ага! Да ладно! Ну, короче, я, в общем, пообеду забуду маски. Давай там Вике позвони. С кем? Он же гей. Свет, пойди, мы там подожди. Доброе утро. Очень жаль, что вы нас покидаете. Надеюсь, это случилось. Не повели нашего отеля. Нет, нет. Произошло кое-что непредвиденное. Понимаю. Ваши счета, пожалуйста. Ладно, все, давай, пока. Так, молодой человек, а вы что, не видите, сейчас чемодан упадет? Можно как-то поаккуратнее? Вы знаете, сколько они стоят? Извините. Да. Одну минутку. По-видимому, вы забыли косметичку. Да, блин, как всегда. Горенчка, милый, я сейчас. Может, не будем ее ждать? Пап, мы точно из-за работы уезжаем? Точнее, не бывает. А почему мы ни с кем не попрощались? Ладно, пойду выпью фреш. Будешь? Нет, не хочу, спасибо. Нет, не хочу, спасибо. Надеюсь, ваш отдых был незабываемым. Да, кстати, ваши друзья тоже уезжают. Ну, я думаю, вы в курсе. Все-таки взяла. А я уже думал, ты даже попрощаться со мной не захочешь. Чего молчишь-то? А? А, ты придумываешь, как меня пнуть побольнее, да? Только, Вер, я тебя очень прошу, не начинай вот эту ерунду, что я там лузер в постели. Это очень банально. Мы же оба прекрасно знаем, что это не так. Алло. Что, угадал? Мы в молчанку будем играть или как? Ты там от злости умерла, любимая? Алло. Они пошли проститься с Молин. Традиции никто еще не отменял. Спасибо. Па, ты куда? Никуда, будь здесь, я скоро. Игорек, здорово. Слушай, с рыбалкой старик сегодня не получится, мы решили уехать. Калина там что-то завязит. Это тебе за мою жену? Прав. Прав абсолютно, даже спорить не буду. Прав на сто процентов. А это тебе за твою? Ух! Ты подонок, ты понимаешь это? Такую женщину всю жизнь искать будешь, не найдешь. Ты ее на руках носить должен, а ты поступаешь с ней, как последняя тварь. Игорек, я... Дурак ты, Боря. Дурак. Карина, я... Я... Я не Карина. Просто ваш муж... Он мне не муж. Не понимаю. Меня зовут не Карина, а он... Не мой муж, и я с самого начала все про них знала. Я сюда приехала вас обманывать. Мне... Мне нужны были деньги. Я согласилась. Я... Тогда на море. Я хотела вам все рассказать, но я струсила. Нет даже прощения поспросить. Стыдно. Но вы... Вы не должны меня прощать. А, Игорь, вот ты где? Я тебя везде ищу. Ну как, монетки кинул? Игорь, подожди, ты все неправильно понял. Я тебе сейчас все объясню. Игорь, подожди. От прощания до прощания, Возвращение одно. Частых писем, обещания, Позабытые давно. Мы играем, словно дети, Расставанье вновь и вновь. Разделилось все на свете На любовь и нелюбовь. Разделилось все на свете На любовь и нелюбовь. Кто-то уйдет, кто-то вернется, Кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается Нашим самым любимым людям. То, что в шутку ты сказала, Буду помнить я всерьез. Видят старые вокзалы Слишком много новых слез. Принимай судьбу отрадно, Не ищи других причин. Разделились беспощадно Мы на женщин и мужчин. Разделились беспощадно Мы на женщин и мужчин. Кто-то уйдет, кто-то вернется, Кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается Нашим самым любимым людям. Привет. А что происходит? Ты опять опоздал, Калинина, Вот что происходит. Ладно, я тебе сегодня прощаю. У тебя амнистия. Так, так, работаем, работаем. Не стоим, не стоим. Хорошо. Ну что, Василия? Какой-то сумасшедший Купил все цветы, заказал доставку. Куда столько? Да какой-то юбилей. Не стой! Ходи, грузи, считай. До свидания, Калинина. У тебя сегодня выходной. Все. Пошли, 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 пошли. Быстрей. Пока. Да, давай, давай, давай. Работать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лада! Лад! Слышь, Викторенко, 7, квартира 49. Это ж твой адрес. Ну да, а что? Прикинь, вся вот эта доставка, она к тебе едет? В смысле? Да в прямом. Говоришь, нет личной жизни. Ну-ну. Подожди, ты же говорила на юбилей. Ну правильно. Ровно два месяца, четыре дня с момента нашей последней встречи. По-моему, дата круглая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин